Дюма, сын, Дюма, отцу. В то время, дорогой отец, когда обедал с мадам Санд, я тоже занимался ею. Представь себе, что у меня здесь оказалась в руках вся ее десятилетняя переписка с Шопеном. К несчастью, эти письма мне дали только на время. Вы спросите, как здесь, в мысловице, в глуши Силезии, я нашел переписку, родившуюся в центре Бери? Объясняется это очень просто. Шопен, как тебе известно, а может быть и неизвестно, был поляком. Его сестра после его смерти нашла в его бумагах эти письма, бережно хранившиеся в конвертах с надписями о днях получения, что свидетельствует о самой почтительной и беззаветной любви. Она взяла их к себе, но перед тем, как въехать в Польшу, где полиция бесцеремонно прочла бы все, что она везет с собой, оставила их у друзей, живущих в мысловице. И все же профанация свершилась, так как и я приобщился к тайне. Нет ничего более грустного и более трогательного, чем эти письма с выцветшими чернилами, которых касался и которые с такой радостью получал человек ныне мертвый. На какой-то миг я даже пожелал смерти хранителю писем, между прочим, моему приятелю, чтобы стать обладателем этого сокровища и иметь возможность преподнести его госпоже Санд, которая, возможно, будет рада снова пережить эти давно ушедшие дни. Но презренный мой приятель, увы, пользуется завидным здоровьем, и, полагая, что уеду отсюда пятнадцатого, я верну ему переписку, которую у него не достало даже любопытства прочесть. Чтобы тебе стало понятно подобное безразличие, следует сообщить, что он младший компаньон в одной экспортной фирме. Дюма сын Жорж Санд, мутсловец, 3 июня 1851 года. «Сударыня, я все еще нахожусь в Силезии и счастлив этим, ибо смогу быть хоть в какой-то мере полезным вам. Через несколько дней я буду во Франции и привезу вам лично, разрешит ли мне госпожа Ядржиевич или нет, те письма, которые вы хотите получить. Некоторые вещи настолько справедливы, что не нуждаются ни в чьем разрешении. И счастливым результатом всех этих неделикатных поступков будет то, что вы получите ваши письма. Но поверьте мне, сударыня, что в этом не было профанации. «Сердце, которое из такого далека и так нескромно стало поверенным вашего сердца, уже давно принадлежит вам. И восхищение, которое я к вам питаю, по силе и давности, ничем не уступает чувствам, порожденным самыми старыми привязанностями. Постарайтесь поверить мне и простить». Так Жорж Санд получила свои любовные письма к Шопену и сожгла их. Так завязалась дружба Дюма-сына с владетельницей Ноана, которая началась с переписки, а потом окрепла. Однажды в июне в кабинет Дюма-отца вошел бородатый молодой человек и сказал «Как? Ты меня не узнаешь? Я так скучал в мысловице, что решил для развлечения отпустить усы и бороду. Здравствуй, папа». 30 декабря он совершил паломничество в парк Сан-Клу, а вернувшись оттуда, протянул отцу лист бумаги. Держи. Вот продолжение стихов, которые я читал тебе год назад. Дюма-отец прочел. Год миновал с тех пор, как в ясный день с тобою гуляли мы в лесу и были там одни. Увы, предвидел я, что решено судьбою нам болью отплатить за радостные дни. Расцвета летнего любовь не увидала. Едва зажегся луч, согревший нам сердца, как разлучили нас. Печально и устало. Мы будем врозь идти, быть может, до конца. В далекой стороне весну, встречая снова, лишен я был друзей, надежды, красоты, и устремлял я взор на горизонт суровый и ждал, что ты придешь, как обещала ты. Но уходили дни, дорогами глухими, ни слова от тебя, ни звука, все мертво. Закрылся горизонт, чтоб дорогое имя не смело донестись до слуха моего. Один бумажный лист. Не так уж это много. Две-три строки на нем. Не очень тяжко и труд. Не можешь написать? Так выйди на дорогу. Идет она в поля, и там цветы растут. Один цветок сорвать нетрудно, и в конверте отправить лепестки нетрудно, а тому, кто жил в изгнании, такой привет, поверьте, покажется лучом, вдруг озарившим тьму. Уж целый год прошел, и время возвратило тот месяц и число, что ровно год назад встречали вместе мы, и ты мне говорила об истинной любви, которой нет преград. Александр хотел написать свое горе Олимпио. Он не обладал талантом Виктора Гюго, но чувство его было сильным и искренним. В его любви к прекрасной иностранке сочетались страсть и гордыня. В 25 лет такая любовь может захватить человека целиком. Можно понять, как он был поражен и обеспокоен тем, что Лидия не подает никаких признаков жизни. Ну, пусть прислала хотя бы записку без подписи, несколько засушенных лепестков или жемчужину. Каким бы опытным и развращенным он ни казался, в глубине души он был сентиментален и не представлял, сколько холодного цинизма может таиться в 20-летней кокетке. Пока он предавался отчаянию в Польше, в семействе Несселерода происходили странные события. Дмитрию, раненому в руку при таинственных обстоятельствах, дуэль, попытка к самоубийству, грозила ампутация, которой он чудом избежал. Лидия бросила мужа и уехала в Москву, где снисходительные родители укрыли взбалмошную и бессердечную беглянку. Канцлер Несселерода своей дочери Елене Хриптович 1 июня 1851 года Дмитрия лечили четыре лучших хирурга города. Трое из них настаивали на ампутации, четвертый был против, и благодаря ему твоему брату удалось сохранить руку. Он был готов к худшему и попросил отсрочку на 48 часов, чтобы причаститься и написать завещание. Он вел себя необычайно мужественно. В разгар этих ужасных испытаний здесь появились Лидия и ее мать, чем я был пренеприятно удивлен. Они прибыли сюда, как только прослышали о несчастном случае, разыграли драму и пытались достигнуть примирения. Но все их старания были напрасны, и они отбыли, так и не повидав твоего брата. Единственное, в чем я счел своим долгом не отказать им, это в удовольствие видеть ребенка, которого я посылал к ним каждый день. Канцлер, фаталист, наделенный неистощимой терпимостью, ни словом не обмогался о скандале. Он терпеть не мог семейных сцен. Да и потом государственному деятелю, находящемуся у Кормила власти, не пристало ссориться с несметно богатым губернатором Москвы, тем более, что его собственный внук являлся наследником этого губернатора. И он посоветовал сыну прийти к соглашению. Но ни в коем случае не идти на примирение, потому что прекрасная Лидия только и делала, что меняла любовников. За Воронцовым последовал Боретинский, за Боретинским — Рыбкин, за ним — Друзской, Соколинской. Дюма сын никогда больше ее не видел. Узнав, что Лидия порвалась с мужем и путешествует по Саксонии, он посылал в Дрезден, потратив на это много денег, Элизу де Корси. Но все было напрасно. Дюма сын, Элизе де Корси, Брюссель, 12 декабря 1851 года. Дорогая Элиза, пишу вам из Брюсселя, где живу вместе с отцом. Он проиграл процесс, и ему придется, возможно, выложить из своего кармана 200 тысяч франков, так что, пока это дело не уладится, ему лучше находиться подальше от Парижа. Я только что отправил письмо графине. Я сообщил ей, что нахожусь в Бельгии. Напоминаю о вашем обещании писать мне правду, всю правду. Красный воск для ваших, воск другого цвета для ее писем. 26 декабря 1851 года. Постарайтесь увидеть графиню. Это самое главное. Но связаться с графиней оказалось невозможно. Для нее этот роман был давно забытым приключением. Дюма, наверное, долго и горестно размышлял об испорченности и лживости этого юного существа, которое когда-то казалось ему столь нежным. Эта встреча имела влияние на всю его жизнь. Всю жизнь ему будут нравиться жестокие кокетки и никогда искренне любящие женщины, на чувства которых он мог бы положиться. На всю жизнь он сохранит отвращение к Адюльтеру и его последствиям. И лишь в 1852 году другая славянская красавица, княгиня Надежда Нарышкина, наперстница и соучастница Лидии Нессельроды, на словах передаст ему весть о разрыве. Как вестница заняла место той, которая ее послала, мы узнаем в свое время. Связь с Марией Дюплессией смягчила сердце Дюма сына. Связь с Лидией Нессельрода иссушила его. Неосторожное слово, и ребенок взрослеет, обманутая любовь, и человек ожесточается. Часть седьмая Отец и сын Глава первая Блестящий изгнанник Той старой набережной Я не позабыл Теснее круг друзей Ныне и сяк их пыл Виктор Гюго Александру Дюма 1851 год принес Дюма отцу, да и Дюма сыну, много огорчений. Служители правосудия опал через на добродушного великана. Обычная жизнерадостность ему изменила. Государственный переворот подоспел очень кстати. Он дал Дюма возможность ускользнуть от кредиторов и от суда, не уронив своего достоинства. Он эмигрировал в Бельгию подобно Виктору Гюго. Однако, как говорили тогда, Гюго бежал от произвола и притеснений тирана, Дюма же от повесток и предписаний судебных исполнителей. Суждение слишком поверхностное. Хотя покинуть Париж Дюма вынуждали прежде всего личные интересы, отношения его с новым властителем оставляли желать лучшего. Поначалу, когда принц Бонапарт стал президентом, Дюма, как Виктор Гюго, как Жорж Санд, возлагал известные надежды на бывшего Карбонария. Позднее он решительно осудил государственный переворот. В Брюсселе он до конца оставался самоотверженным другом изгнанников. Не принадлежа к их числу, он мог, когда ему заблагорассудится, наезжать из Брюсселя в Париж, где он оставил свою новую юную подопечную Изабеллу Констан по прозвищу Зерзабель. Но всякий раз он оставался во Франции ненадолго, чтобы кредиторы не успели его настичь. 5 января 1852 года обстановка квартиры, которую Дюма занимал в Париже и которую тщетно пытался перевести на имя своей дочери Мари, тогда еще несовершеннолетней, была продана по иску владельца в возмещение задержанной квартирной платы. Выручка от аукциона превысила сумму долга всего на 1870 франков 75 сантимов. Это был в то время весь наличный капитал семейства Дюма. 20 января 1852 года Александр Дюма, писатель, которому постановлением апелляционного суда города Парижа от 11 декабря 1851 года присвоено звание коммерсанта, представил заочно через своего поверенного господина Шерами список долгов. Он был объявлен несостоятельным должником. Документы, относящиеся к этой драме в духе Бальзака, по сей день хранятся в архивах округа Сены. В списке долгов не значатся ни кредиторы исторического театра, ни издатели взаимодавцы. Многие старые долги помечены там лишь для памяти, без указания суммы, как, например, долг, взыскиваемый госпожой Крыльсомер улица Клеши 42 Бис. Примечание. Это госпожа Крыльсомер, мать Мари Дюма. Хотя банкротство исторического театра, лица юридического и несостоятельность Александра Дюма, лица физического, были зарегистрированы порознь, объявленный пассив достигал 107 215 франков, а рубрика, обозначенная словами «общий актив», помеченный здесь для памяти, так и осталась пустой. Временный посредник не смог проставить в ней ни единой цифры. Этот посредник просит гражданский суд считать недействительной якобы произведенную Александром Дюма в 1847 году продажу с правом обратного выкупа его сочинений и авторских прав. Посредник рассматривает этот акт как скрытую форму залога и добавляет, поскольку не были соблюдены формальности, предусмотренные законом для такого рода сделок, залог нельзя считать действительным. Следовательно, гонорары, на которые предъявляют претензии преемники господина Александра Дюма, должны уходить в имущество должника. Эксперт отмечает, что эти гонорары составляют значительные элементы актива, ибо общеизвестно, что господин Александр Дюма, автор большого числа пьес. Кроме того, он заключил множество договоров с книгоиздателями и газетами на публикацию его литературных произведений. Это было неоспоримо. Процедура так называемого предъявления долговых обязательств, начатая 12 июня 1852 года была закончена лишь 18 апреля 1853 года актом о принятии долговых обязательств. Нет ничего удивительного в том, что тщательная проверка долговых документов длилась 10 месяцев, ибо физическому лицу по имени Дюма в чинили иск 53 кредитора. Список этих эрений позволяет понять, куда утекли гонорары за трех мушкетеров и графа Монте-Кристо. АД Красильщик Газовое управление Бако Цветочник Буссен Столяр Бурелье Стекольщик БШ Подрядчик по мощению улиц Бондвиль Скульптор Брюно Жестянщик Баэни Плотник Госпожа Шазель Торговка Кашемировыми Шалями Шарон Кровельщик Куапле Угольщик Катали Медник Хлуар Обойщик в Париже Дюме Виноторговец Делойн Сапожник Дюбьев Торговец С модными товарами Дютеи Торговец С кабяным товаром Дагонне Продавец Семян Девесле Оружейный мастер Дени Дуано Владелец Фабрики Ковров Дюфлок Поставщик Дров Денье Портной Фене Юлеруа Часовщики Ганделе Дорожные товары Жильбер Поставщик Дров Гуэз Шорник Госпожа Гюршнер Бокалейщица Гюбетта Печник Эртье Торгуются Боями Омон Булочник Лоран Разносчик С рынка Лемассон И Шеве Съездные припасы Лоран Портной Левефо Виноторговец Леви Белошвейная Мастерская Лион Цветошник Марле Ювелир Мишель Сапожник Муэнзар Гаретник Марион И Бургиньон Ювелиры Мореско Обойщик В Париже Пуассо Садовник Поташ Иваре Маслоторговец Пяти Маляр Пьер Иводо Шитье Леврей Планте Антрепренер Руссо Слесарь Сан-Рефю Обойщик Сен-Жермене Сук Прачешная Той Торговец Фарфоровыми Изделиями Труэль Слесарь Мадемуазель Вероника Портниха Вассаль Обойщик В Париже Госпожа Вайян Торговка Цветами И так далее И тому подобное Французские Изгнанники В Брюсселе Гюго Этцель Дешанель Полковник Шарра Араго Шелькер Образовали В начале 1852 года Группу Воинственно Настроенных Людей Гордившихся Своими Лишениями И мытарствами Гюго Которому Жена Недавно Прислала 300 тысяч Франков Во французских Процентных Бумагах Спал на убогой Койке И столовался В харчевне Дюма У которого Не было Ни процентных Бумаг Ни капитала Нанял Два дома На бульваре Ватерло Номер 73 Велел пробить Разделявшую Их стену Снести Внутренние Перегородки И создал Необыкновенно Красивый Особняк С аркой И балконом Кушистые Ковры Покрывали Ступени Лестницы Ванная Комната Была Облицована Мрамором На темно-синем Потолке Большой Гостиной Горели Золотые Звезды А занавески Были Сшиты Из Кашемировых Шалей Все В кредит В Бюсселе Говорил Шарль Гюго Дюма Пока что Удерживается В колеснице Фортуны Которая Его так часто Выбрасывала Он взял В секретари Стойкого Республиканца Изгнанного Из Франции Ноэля Парфе Ни одного Человека Еще не называли Так удачно Имя данное При крещении Исполнено Веселье Фамилия Благонравия Примечание Слово Ноэль Означает По-французски Праздник Рождества Возгласом Ноэль В старину Французы Приветствовали Всякое Радостное Событие Слово Парфе Означает Безупречный Этот славный Малый С жидкой бородкой Всегда одетый В черное Но оттого Вовсе не казавший Сомрачным Приехал в Брюссель С женой И двумя Детьми Дюма Предложил Гостеприимство Всему семейству В благодарность Парфе Принял на себя Заботу О его делах И с утра До ночи Переписывал Романы Мемуары Комедии Которые Их автор Производил На свет Куда быстрее Чем успевали Воспроизводить Переписчики Профессионалы 11 опусов То есть 32 тома В четырех Экземплярах Для Брюсселя Германии Англии И Америки Никто На свете Кроме Дюма Не мог бы Написать Этого Никто Кроме Парфе Переписать Экономя Время Дюма Дюма Никогда Не ставил Знаков Припинания Парфе Расставлял Запятые И проверял Даты Кроме того Он играл Роль Министра Финансов И силился В доме Расточителя Свести Концы С концами Ноэль Парфе Требовал Своевременной Выплаты Авторских Гонораров Добился Возобновления На сцене Нельской Башни Опубликовал Все Что осталось От путевых Впечатлений И Изберег Последние Лаидоры За Монте Кристо С преданной Скупостью Защищал Он деньги Дюма От Самого Дюма Монте Кристо Искал У себя В ящике Деньги Но Никогда Не находил Их Дела Его Пошли Несколько Лучше Однако Он Чувствовал Себя Под контролем А значит Стесненно Он Восклицал Со своей Добродушной Сердечной Улыбкой Удивительное Дело С тех пор Как в доме Моем Поселился Безупречно Честный Человек Я Чувствую Себя Как Нельзя Хуже Несмотря На Такого Сурового Управителя И Благодаря Ему Дюма Жил В Брюсселе На Широкую Ногу Многие Изгнанники Среди Них Виктор Гюго У него Обедали Он Охотно Принимал Бы Их Как Гостей Но Они Дабы Не Уронить Своего Достоинства Предложили Ему Тоже Плату Что В Харчевне Один Франк Пятнадцать Сантимов Дюма Решил Парфе Один Франк Пятьдесят Сантимов Однако Еда Была Чересчур Обильной И Чрезмерное Хлебосойство Принесло Дефицит В сорок Тысяч Франков Дюма Дюма Устраивал У себя Празднества В духе Монте Кристо Одному Из них Он Сам Дал Название Сон Из Тысячи И Одной Ночи Сашан Декоратор Театра Ла Монне Соорудил Сцену В Зимнем Саду Был Устроен Роскошный Буфет Пьетро Камера Поставил Испанские Танцы После спектакля Дюма Роздал Гостям Индийские Кашемировые Шали Которые Служили Занавесом Гюго Не пришел Уважающий Себя Изгнанник Не мог Плясать На Карнавале У Дюма Но В его честь Был Провозглашен Тост Весь Этот Тараган Не мешал Радушному Хозяину С утра До ночи Работать За столом Из некрашенного Дерева На верхнем Этаже Особняка Любовные Приключения Бесчисленные И одновременные Закружили его В водовороте Интриг Если к этому Прибавить Что неизменно Отважный И готовый К услугам Он предоставил Себя в распоряжение Своих Политических Друзей Что он Взял на себя Труд Отвозить Письмо Виктора Юго К его Жене Остававшейся В Париже И доставлять Ему Ответы Адели Да нельзя Не восхищаться Тем Что этот Загнанный Переутомленный Человек Вынашивал Более Обширные Творческие Планы Чем Когда бы То ни было Чтобы Удовлетворить Его аппетит Под стать Гаргантюа Понадобилась Бы История Целой Планеты Вот Какое Удивительное Письмо Написал Он Издателю Маршану Что Сказали бы Вы О Грандиозном Романе Который Начинается С Рождества Христова И Кончается Гибелью Последнего Человека На земле Распадаясь На пять Отдельных Романов Один Разыгрывается При Нероне Другой При Карле Великом Третий При Карле Девятом Четвертый При Наполеоне И Пятый В Будущем Главные Герои Таковы Вечный Жид Иисус Христос Хлеопатра Парки Прометей Нерон Папея Нарцисс Октавиан Карл Великой Роланд Ведукин Велледа Папа Григорий Седьмой Король Карл Девятый Екатерина Медичи Кардинал Лотарингский Наполеон Мария Луиза Талейран Мессия И Ангел Чаши Это покажется вам Безумным Но спросите Александра Который знает Эту вещь От начала До конца Каково его мнение О ней Неизвестно Каково было Мнение сына Но отец Был уверен В себе Разве не мечтал Он с ранних лет Написать Полную историю Средиземноморья И почему Эти Сверхчеловеческие Планы Должны вызывать Улыбку Другой Гигант Бальзак Тоже любил Носиться С титаническими Замыслами Я Мерил Будущее Заполняя его Своими Сочинениями Говорил Бальзак И Прибавлял Оседлав Свою мысль Я скакал По свету И все Было мне Подвластно Дюма Даже в зрелые годы Сохранил Этот Божественный Огонь Разница Состоит В том Что У Бальзака Не было потребности Притворять Свои мечты В действительность Он Грезит О любовницах Но В глубине души Счастлив Когда они Подобно Велиниганской Его полярной Звезде Остаются На другом Конце Европы Дюма Хочет Чтобы они Были рядом С ним Воплоти Бальзак Мечтает О грандиозных Спекуляциях Дюма Спекулирует Строит Обращает Отсюда Нагромождение Обязательств Поистине Приходится Выбирать Что-нибудь Одно Нельзя Жить Сразу В двух Мирах Действительном И Воображаемом Что хочет И того И другого Терпит Фиаско Во время Пребывания В Брюсселе Портос Еще Выдерживает Не сгибаясь Огромную Тяжесть Которая Обрушилась На него Кредиторы Загнали Его Вглубь Пещеры Глыба Долгов Вот-вот Сломает Ему Хребет Женщины Гроздьями Виснут У него На шее Выполнить Обязательства Которые Он принял На себя По отношению К издателям Не под силу Не то что Одному Десяти Ста Человекам А у этого Неустрашимого Великана Есть только Одно Желание Затевать Все новые И новые Дела Он готовит Мемуары Пишет Пьесы Для театра Задумывает Основать Газету Покоряет Новых Женщин Не оставляя Прежних Дюма Брюссельского Периода Словно Говорит Я Обременен Долгами Связан Договорами И вот Я Твою Есть Что-то Благородное И подкупающее В силе Этой Уверенности В облике Этого Стареющего Человека Сохранившего Иллюзии И безрассудства Молодости Монте-Кристо Уже Давно Бы Сдался А его Двойник Дюма Ушел В партизаны Он Продолжал Героически Сражаться Он Взял С собой В Бельгию Свою Дочь Мари 21 Года Намереваясь Сделать Ее Поверенной В своих Любовных Связях Бесчисленных И Одновременных Когда Он Инкогнито Наезжал В Париж То В промежутке Между Двумя Поездами Писал Дочери В Брюссель Возлагая На нее Странные Поручения Дюма Отец Мари Дюма Я Возвращаюсь С госпожой Гиди Если Портрет Изабеллы Снова В моей Комнате Прикажи Его Убрать Правда Он Говорил Ей И другое Я Люблю Тебя Больше Всего На Свете Больше Самой Любви Но Девушка Очень Плохо Относилась К Отцовским Фавориткам И Притворяясь Неловкой Ухитрялась Вызывать Целое Сражение Между Дамами Это Было Нетрудно Анне Бауэр Мари Говорила Что Отец У Госпожи Гиди Госпожа Гиди Что В Париже В отеле Лувуа Дюма Один На самом деле Там жила с ним Больная Изабелла Констант Нередко Мария Дюма Совершила ошибки Умышленно Отсюда Вспышки Ярости У отца С той же Бурные Сколь Мимолетные Впрочем Примирение Наступало Очень быстро Дюма Отец Своей Дочери Мари Дорогая Моя Любимая С первого Дня Что я Здесь Я был Сиделкой И работником Обе Эти Обязанности Я выполнял Так Добросовестно Что Не находил Времени Написать Тебе Не желая Делать Это В торопях И кратко Я уехал От тебя Родная В немного Расстроенных Чувствах Несколько Дней До того У меня Не клеилась Работа И я Не представлял Себе Где Раздобыть Денег Но Все Обернулось К лучшему И я Даже Надеюсь Что Смогу Завтра Выслать Вам Тысячу Франков И Столько же Привезти С собой Не Сказав Никому Ни Слова Об этом Из тех Денег Что Я Пошлю Тебе Завтра Надо Немного Дать Столяру И Слесарю Столяру Чтобы Иметь Право Заказать Ему Шкаф Для Маленькой Зеркальной Гостиной Слесарю Чтобы Взять У него Железную Кровать Такой Ширины Как Матрац Который Находится В сарае Я Надеюсь Возвратиться В ночь С субботы На Воскресенье Наши Дела Идут Чудесно С Госпожой Дюма И Госпожой Ферран Покончено Теперь Мы можем Рассчитывать На соглашение У нас Будут Деньги Может быть Много Денег И тогда Мое Дорогое Дитя В первую Очередь Получит Все Что Только Пожелает Тебе Привезут Мое Пальто Не Удивляйся Дело В том Что Сегодня Вечером Я Сделал Вид Будто Уезжаю И Изабыла Она Не Выходит Послала Мне В догонку Пальто Которое Я Забыл У нее Его Передали Одному Человеку Который Отправлялся В тот Вечер И Человек Этот Он Тщетно Искал Меня По Всем Вагонам Вручит Тебе Сей Предмет В Париже Связи Налаживал Дюма Сын Возвратившийся Из Собственного Сентиментального Путешествия Дюма Отец Дюма Сын Изабелла Благодарит Тебя Миллион Раз Она Говорит Что Ты Был С Нею Очень Мил А мне Действительно Необходимо Иногда Я Не хочу Закреплять Эти Отношения Завтра Я Уезжаю В дом Он Обставлен И Не Единого Су Долго Все Квитанции На Твое Имя Равно Как И Договор Когда Отец Наезжал В Париж Они Обедали У Принца Наполеона Который Слегка Фрондировал Против своего Кузена Императора В обществе Рошели Бексио Мальчика Он Писал Мари Александр Голодранец Вечно Без Гроша В кармане Но Был Счастлив Что Может Воспользоваться Помощью Сына Этого Надежного И ловкого Друга Чтобы Избавиться От Прежней Фаворитки Беатрисы Персон И Освободить Место Для Изабеллы Мадемуазель Персон Не будет Играть Восканио Само собой Разумеется Что я Не хочу Давать Ролей Людям Которые Довели Меня До Банкротства Изабелла Будет Играть Колумб Эта роль Словно Создана Для нее Если Ее Не хотят Ангажировать На год Пусть Ангажируют На одну роль Мне Это Больше По душе Пятнадцать Франков В день Это Не так Уж Плохо Прошу Тебя Ничего Не Менять В условиях А Также Уговорить Мэриса Чтобы Он Поставил На афише Только Своё Имя Пусть Получит Мою Долю Гонорара Вместе Со Своей И Отдаст Деньги Прямо Тебе Без Расписки Отказываясь Подписать Пьесу И Получая Гонорар Тайком Из рук Своего Соавтора Поля Мэриса Дюмайн Сбегал Необходимости Делиться С Кредиторами Все Имеет Свои Границы Даже Честность Дюма Отец Дюма Сыну Моё Дорогое Дитя Изабелла С каждым Днём Всё больше Восхищается Тобою Присём Прилагаю Письмо Для госпожи Порше Можно Поручить Ей Продать Билеты На Сканио При условии Что все Деньги Сверх 1200 Франков Которые Она должна Послать Мне Будут Перечислены На наш Счёт Я Видел Госпожу Продье Посылаю Тебя Окончание Совести Условлено Что Антенор Передаст Тебе 500 Франков Что Касается Остальной Тысячи То 200 Франков Мари 300 Франков Шарами 300 Франков Госпожа Гиди И 200 Оставшихся По возможности Мне 14 Марта 1852 Года Дорогой Мой Раз уж Мы Перешли На язык Цифр Считай Комната 6 Франков Алексис 4 Франка Лампы И уголь 3 Франка Завтрак 3 Франка Услуги 1 Франк Письма 2 Франка 19 Франков В день Считай Все 20 Франков С непредвиденными Расходами Ты уехал 9 Января Значит 9 Марта Было 2 Месяца 20 Франков В день Составит 600 Франков В месяц То есть 1200 Франков За 2 Месяца Прибавь сюда Расходы на 2 поездки Госпожи Гиди Гостиница 2 поездки Шерами И 2 поездки Изабеллы И ты получишь Ровным счетом 1700 Франков Но теперь Особняк Уже Готов И я Не должен За него Ни единого Су Сканио Сыгранный 1 апреля 1852 года В театре Порт-Сен-Мартен В ходе Репетиции Был переименован И превратился В Бенвенутте Челлини Это была Драма Написанная Дюма И Мэрисом По роману Который Дюма Издал В 1843 году Главную роль Играла Изабелла Констан Она служила Моделью Для статуи Гебы Над которой Меллинг Исполнитель Роли Бенвенутте Челлини Почти весь вечер Трудился На сцене Этой актрисе Официальной Любовнице Своего отца Дюма Сын Взялся Передавать Более чем Скромные Субсидии Дюма Отец Дюма Сын Прежде всего Прилагаю Плесем Письмо К Морони Затем Дал ли ты И можешь ли Дать Сто франков Изабелле Она ждет Не дождется Этих несчастных Сто франков Сразу же Как получишь Это письмо Постарайся Вручить Изабелле Сто франков Подтрудис Отправить Мне вазы Скульптурную Группу И две Картины Изабелла Должна Приехать Ко мне Сюда Навести Ее В утро Отъезда Помоги Ей Она Неопытна В путешествиях Если она Поедет Во вторник Как я Надеюсь Ты сможешь Проследить Чтобы вазы Были отправлены В ее багаже Сделай надпись Обращаться С осторожностью Стекло Как на сей раз Встретит Незваную Гостью Мари Дюма Ненавидящая Изабеллу Констан Неисправимый Дон Жуан Поддумывал Об этом Не без тревоги В своем Особняке На бульваре Ватерлоу Он написал Письмо Дочери Спавшие В том же доме Этажом выше И ночью Подсунул Его Под дверь В ее комнаты Дюма Отец Своей Дочери Мари Моя Любимая Детка Я так боюсь Твоих Упреков Что решил Письменно Сообщить Тебе То Чего Не посмел Сказать Несмотря На все Мои старания Помешать Приезду Изабеллы Она Все же Приезжает Сегодня Что делать Дитя Мое Это Тревожит Меня Уже Несколько Дней Ибо Я Уже Давно Понял Что Как Только Ей Станет Немного Лучше Она Примчится Сюда Ни за Что На свете Я не Хотел Бы Чтобы Ты На Меня Сердилась Как В послед В последний Ее Приезд Я Так Люблю Тебя Мое Дорогое Дитя Что В выражении Твоего Лица Черпаю Все И радость И печаль Так Наберись Же Мужества И не Огорчай Меня В течение Тех Трех Четырех Дней Что Она Пробудет Здесь Только Вот Как Мы Устроимся С Завтраками И Обедами Если Тебя Не будет Со мной За столом Как Обычно Это Меня Глубоко Опечалит Нельзя Ли Нам Есть В Твоей Мастерской Чтобы Надежнее Спрятаться От Возможных Гостей Во Всяком Случае На Время Трапез Мы Будем Запирать Двери Наконец Если Тебе Это Больше По Душе Я Воспользуюсь Тем Предлогом Что Она Больна И Велю Подавать Нам С Ней В Гостиную Александра Поступай Как Хочешь Только Постарайся Причинить Мне Как Можно Меньше Огорчений Я Люблю Тебя Больше И Сильнее Чем Сам Себя Но И Это Еще Далеко Не Выражает Того Что Мне Хотелось Бы Сказать Дюмас Дюмас Сыну Приходилось Выколачивать Из редакции Газет Сумы Которые Причитались Его Отцу Подталкивать Театральных Директоров И Время От Времени Усыплять Подозрения Изабеллы Которая Ревновала К госпоже Гиди К Анне Бауэр К Берти К Эмме К госпоже Галатри К актрисам Выступавшим В Брюсселе И Ко всем Женщинам Брабанта Иногда Он восставал Против Отцовских Комбинаций Или же Против Требований Госпожи Гиди Послушай Дружок Отвечал Отец У меня Было Много Любовниц Ты знал Их Всех Со всеми Ты поначалу Был хорош Со всеми Ты в конце Концов Ссорился У меня Сохранилось Письмо Где ты Мне пишешь Что Госпожа Гиди Очаровательная Женщина Дюма Отец Дюма Сыну Изабелла Собирается Завтра Прийти К тебе И я Намерен Составить Ей Компанию В Котором Часу Этого Я пока Не знаю Не слово Изабелле О моей Позавчерашней Поездке Предупреди Своих Друзей Чтобы Они Не взначай Не Обмолвились Об этом Мэри Дюма Заняла В этом Деле Позицию Которая Пришлась Не по Душе Ее Отцу Дюма Отец Своей Дочери Мари Дорогая Мари В ответ На твое Письмо Я хочу Поделиться С тобой Кое-какими Мыслями Я Совершенно Не разделяю Твоего Взгляда На этот Вопрос Ты Рассматриваешь Его с точки Зрения Чувства Я буду Рассматривать Его с точки Зрения Социальной И Главным Образом Человеческой Каждый Прежде всего Сам Отвечает За свои Ошибки И даже За свои Недуги И не Имеет Никакого Права Заставлять Других Страдать Из-за них Если Какой-то Несчастный Случай Или Физический Недостаток Сделал Того Или Иного Человека Импотентом То Он Должен Нести Все Последствия Этого Физического Недостатка И Мужественно Встретить Все События Могущие Отсюда Проистечь Если Если Женщина Повинна В ошибке Если Она Забыла О том Что Почитала Своим Долгом То Ей Самой Надлежит Искупить Свою Слабость Проявлением Силы Как Искупают Преступление Раскаянием Но Женщина Совершившая Ошибку Равно Как Мужчина Страдающий Импотентностью Не вправе Возлагать На третьего Человека Бремя Своей Личной Вины Или Своего Несчастья Я Высказывал Эти Соображения Еще До того Как Был Зачат Ребенок Они Были Взвешены И Подытожены Следующими Словами Ради Того Чтобы Иметь Ребенка Я Найду В себе Силы Все Сказать И Все Устроить К Лучшему Именно В результате Этого Решения Было Создано Существо Которое Пока Еще Не Появилось На Свет И Которое Наперед Осуждается Обществом Ничего Не могло Быть Легче Чем Не Дать Родиться Ребенку Которого Уже Теперь Когда Он Существует Но Еще Не Явился На Свет Решают Места В Обществе Дети Родившиеся От Адюльтера Не Могут Быть Узаконены Ни Отцом Ни Матерью Этот Ребенок Родится От Двойного Адюльтера Как же Сложится Его Жизнь Когда У Матери Такое Состояние Здоровья Она И Сама Считает Что Может Вот Вот Умереть А Отец Уже Настолько Стар Что И Спрашивая Себе Еще 15 Лет Жизни Делает Пожалуй Слишком Высок И Запрос В 14 Лет Этот Ребенок Скорее Всего Отчетится На улице Без Всяких Средств Во Враждебном Мире Если Это Окажется Девушка К тому же Красивая У Нее Будет Возможность Получить Номер В полиции И стать Дешевой Проституткой Если Это Будет Юноша Ему Придется Играть роль Антони До тех Пор Пока Он Быть Может Не Станет Лассенером В таком Случае Лучше Уничтожить Эту Жизнь Но Еще Лучше Было Бы Не Создавать Ее Вовсе Я Был 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 Крайне Огорчен Если Был Под Таким Ханжески Сентиментальным Предлогом Было Принято Подобное Решение Оно Прокинуло Был Все Мои Представления Справедливости И Несправедливости Оно Лишило бы Тебя Значительной Доли Моего Уважения И Я Очень Опасаюсь Что Вместе С Уважением Испарилась Бы И Вся Моя Любовь Муж Импотент Тем Хуже Для Него Жена Проявила Слабость Тем Хуже Для Нее Но Никто Не Посмеет Сказать Тем Хуже Для Того Кто Обязан Своим Рождением Этому Бессилию И Этой Слабости Каждый Из Нас Шел В этом Деле На Известный Риск Госпожа Икс Готова Была Разъехаться С мужем И Так Твердо Решилась На Это Что Собиралась Прислать Мне Копию Своего Брачного Контракта Правда Этого Она Не Сделала А Мне Грозил Удар Шпагой Или Пистолетный Выстрел Я По-прежнему Готов Принять Любой Вызов Дила Не Получила Трагической Развязки Анни Бауэр Родился В 1851 Году Ему Суждено Было Всю Жизнь Носить Имя Мужа Своей Матери Но Черты Его Лица И Великодушие Характера Поразительно И Неоспоримо Свидетельствовали Об Отцовстве Дюма Когда Дюма Начал В Бельгии Писать Свои Мемуары Он Стал Собирать Документы Все Могло Пригодиться Даже Угасшая Любовь Дюма Отец Дюма Сыну Дорогой Если ты еще Помнишь Стихи Которые Я посвятил В свое время Малютке Вальдор Пришли Их Мне Я Вставлю Их В свои Мемуары Если Ты можешь Раздобыть Ее Эпитафию Я Хотел Бы Получить И Это Читатель Помнит Что Романтически Настроенная Мелани В момент Разрыва Сочинила Свою Собственную Эпитафию Но Все-таки Не пожелала Умереть Вопль Скорби Стал Достоянием Литературы В короткие Часы Досуга Дюма По-прежнему Встречался С изгнанниками В доме Бельгийца Колара Он виделся С Гюго Дешанелем Кене Араго Зачастую Он сиживал С ними На террасе Кафе Тысяча колонн Прохожие Узнавали Гюго Дюма И почтительно Приветствовали Их Изгнанники Колебались Ходить ли им В кафе Орел Название Которого Напоминало Об империи Тогда Араго Сказал Орел Эмблема Всех Великих Людей Юго С детства Чтивший Орлов Согласился С этим Кафе Орел Тоже Стало Местом Встреч Великих Изгнанников Позднее Эта Маленькая Группа Распалась В июле 1852 Гюго Уехал На остров Джерсей В Антверпене Дюма Отец Посадил Его На пароход Сам Он Тосковал По Парижу Что Останется От нашего Века Спрашивал Он Почти Ничего Лучшие Люди В Изгнании Тит Ливий В Брюсселе Атацит На Джерсее Он Торопился Оформить Соглашение С кредиторами Чтобы Тит Ливий Мог Вернуться Во своясе С высоко Поднятой Головой Дюма Предложил Кредиторам Половину Гонорара За свои Произведения Как Настоящие Так и Будущее Бывший Секретарь Исторического Театра Гершлер Опытный И преданный Дюма Бухгалтер Добился Для него Несколько Более Выгодных Условий 55% Ему 45% Кредиторам Посредник Писал В своем Заключении Господин Александру Дюма Проявляет Максимальную Готовность И максимальное Старание К выполнению Своих Обязательств Это Почти Соответствовало Действительности В начале 1853 года Соглашение Было Подписано И Дюма Дал Своим Брюссельским Друзьям Превосходный Прощальный Завтрак Так как Дом На Бульваре Ватерлоу Был Снят До 1855 Года Дюма Предложил Его Ноэлю Парфе Министр Финансов Потребовал Счет Его Монарх Бросил Все квитанции В кухонную Печь Должник Монте-Кристо Не утратил Чувства Долга Глава Вторая Новая Редакция Дамы с Камелиями Вернувшись В Париж Дюма Застал Своего Сына В ореоле Новоиспеченной Славы В 1851 Александр Все еще Влачил Жалкое Существование И не потому Что Последние Несколько лет Он мало Работал Он издал Томик Стихов Грехи Молодости Это Неплохие И Нехорошие Стихи Это Юношеские Стихи Говорил Он Впоследствии Нет Почти Все стихи Были явно Плохими Публика Равнодушно Встретила И другие Его вещи Длинный Рассказ По замыслу Юмористической Приключения Четырех Женщин И одного Попугая Исторический Роман Тристан Рыжий Вычурную Повесть Регент Мюстель Успех Имела Только Дама С Камелиями Но Пришлось Ждать До Февраля 1852 Года Когда Пьеса Написанная Автором По его Собственному Роману Удостоилась Постановки Читатель Помнит Что Дюма Отец Принял Пьесу В исторический Театр Директор Его Остен Возражал Это Та же Жизнь Боемы Минус Остроумия Говорил он В 1849 Году Исторический Театр Прекратил Своё Существование Юный Александр Предлагал Рукопись Во все Театры В Гете Амбидю Водевиль Жимназ Всюду Он Потерпел Фиаско Не Сценично Говорили Столпы Театра Аморально Говорили Столпы Общества Он Пытался Увлечь Достоинствами Роли Знаменитую Актрису Вержини Дежазе Остроумную Грязетку Любимицу Публики Однако Дежазе Уже Перевалила За Пятьдесят И Она Была Полна Здравого Смысла Она Заявила Что Роль Превосходна Но Она Могла Бы Играть Ее Только В Трех Случаях Будь Она На Двадцать Лет Моложе Будь В Пьесе Куплеты И Счастливая Развязка Она Предсказала Драме Успех Однако Для Этого По ее Словам Требовались Три Условия Чтобы Произошла Революция Которая Фехтер Играл Роль Армана И Чтобы Я Не Играла Роль Маргариты В которой Буду Смешна Шарль Фехтер Молодой Обаятельный Актер С лицом Меланхоличным И нежным Покорил Дежозе В один Прекрасный Вечер Когда Играл Капитана Феба Дешатопер В соборе Парижской Богоматери Вплоть До Падения Занавеса Он Не отрывая Смотрел На Стареющую Актрису Она Пришла И на Следующий Вечер Она Ходила Всю Неделю Они Стали Любовниками Фехтер Совсем Недавно Женился Дежозе Была Вдвое Старше Его Но Она Была Все Еще Привлекательна И В театре Пользовалась Неограниченной Властью А Юного Фехтера Снедала Чистолюбие Виржини Дежозе Шарлю Фехтеру Ты собрал В Дьеппе Всего Девяносто Шесть Франков Но Ведь это Ужасно Хоть я и знаю Что Дьепп Скверное Городишко Тамошние Женщины Предпочитают Театру Гостиные При Всем том Девяносто Шесть Франков Это Ничтожно Мало Так Зачем Нам Разъезжать Вдвоем Ты Увеличиваешь Тем самым Свои Расходы И лишаешь Себя Поэтического Ореола Публика Не любит Парочек Надо быть Одиноким Надо быть Свободным Чтобы Воздействовать На ее Иссякшее Романтическое Воображение Это ужасно Но это Правда Дежазе Дала Дюма Хороший Совет Взять Фехтера На роль Армана Дюваля Но Этого Было Мало Требовался Еще И Театр В 1850 Году Александру Не удалось Его найти И Поскольку Отец Теперь Не мог Ему Помогать Он Чувствовал Себя Все Более Стесненным В деньгах Он Стал Очень Мрачен Иногда Он Проводил Вечера В Балах Мабий Под Звуки Шумлевого Оркестра Молодые Девушки Танцевали С Приказчиками Он Пожрал Глазами Эти Двадцатилетние Создания Источавшие Сладострасти Из Всех Пор И Предавался Горьким Размышлениям Как Сделать Чтобы Они Перестали Быть Такими Перестали Волновать Всех Этих Самцов Какие Страсти Они Возбуждают Сколько Крови Льется По Их Следам Какую Гнусную Заднюю Мысль Таила Природа Создавая Красоту Молодость И Любовь Дело Кончилось Тем Что Он С грустью Сунул Свою Рукопись В Ящик Однако Первого Января 1850 Он Вновь Перечитал Ее Рано Утром Он Отправился На могилу Мари Дю Плесси Будущее Его Оттонуло В тумане Он Растачивал Силы Своего Ума И Своей Души На Посредственные Произведения И Начинания Покоясь В могиле Несчастная Девушка Приняла Его Исповедь Вернувшись Домой Он Закрыл Жалюзи Зажег Свечи И Снова Засел За Пьесу Позже Когда К нему Зашел Его Приятель Миро Он Прочел Ему Даму С Камелиями Оба Плакали Пьеса Удалась Но Кто Сумеет Разглядеть Ее Достоинства И Кто Осмелится Ее Похвалить Немного Времени Спустя Весной 1850 Года Проходя По Итальянскому Бульвару Мимо Кафе Кардинал Дюма Заметил За одним Из столиков Актера Ипполита Вормса И Толстяка Буфе Лукула Богемы Одного Из тех Театральных Директоров Которые Никого Не Удивляют Став Вдруг Миллионерами Или Разорившись Дотла Буфе Подозвал К себе Молодого Дюма И Пригласил Его За стол Вормс Сказал Мне Что Из Вашей Дамы С Камелиями Вы Сделали Превосходную Пьесу В скорости Я стану Директором Водериля Подержите Для меня С полгода Вашу Пьесу Обещаю Вам Ее Сыграть Шло Время 1851 Год Был Отмечен Связью С графиней Нессельрода И поездкой В Германию Когда Александр Вернулся Буфе Как он И предсказывал Был уже Директором Водериля Он Начал Репетировать Даму С камелиями Фехтер Согласился Играть Армана Роль Маргариты Готье Была Поручена Анаис Фаргеи Актриса Была В должной Мере Красива Но Раздражала Дима Своей Глупостью Ах Скажите Спрашивала Она Неужели Эта девица Все пять Актов Будет Выплевывать Свои Легкие Простите Мадемуазель Но Ведь Это Происходит С нею Только в Пятом Акте Когда Она При Смерти Пусть Так Но Коль Скоро Вы Вращались В этом Кругу Не Откажите В любезности Познакомить Меня С нравами Этих Девиц Я Их Совсем Не Знаю Честное Слово Мадемуазель Если Вы Не Узнали Их До Сих Пор Пока Были Молоды То Не Узнаете Уже Никогда Она Стала До Того Невыносимо Что Автор И Директор Единодушно Порешили Предложил Госпожу Дош Вот Это Мысль Сказал Буфе Дош Крайне Соблазнительно Это Как раз То Что Нужно Но Где Черт Возьми Ее Отыскать Я Не Знаю Куда Она Девалась А Я Знаю Займел Хехтер Она В Англии Я Поеду За Ней Карьера Госпожи Дош Была Весьма Необычна Урожденная Мари Шарлотта Эжени Планкет Она Происходила Из знатной Ирландской Семьи Обосновавшейся В Бельгии Там Она И родилась Когда Ей было 14 лет Умер Ее Отец И Она Решила Податься В театр Ее Приняли В возрасте 17 лет Она Вышла Замуж За композитора Александра Доша Главного Дирижера Водевиля 40-летнего Вдовца Но этот Брак Окончился Катастрофой Примечание Александр Пьер Жозеф Дош 1799 1849 Годы Его Жена Которая Ухитрялась Всю жизнь Уменьшать Свой возраст На два Года Родилась В Брюсселе В 1821 Году Умерла Она В Париже В 1900 Году Два Года Спустя Дош Эмигрировал В Россию Бросив Свою Юную Жену Которая Обманывала Его С поистине Изумительной Ловкостью Публика Продолжала Рукоплескать Малютке Дош Ее Лебединой Шея И Осиной Талии Эта Актриса Аристократка Восхитительно Одевалась Составила Себе Прекрасную Библиотеку Покупала Картины Мастеров И Помогала Своим Бедствующим Товарищем Актерам Она Зачаровавшись В ролях Которые Ей Предлагали В Париже Одну Ехала В Лондон По слухам Приняв решение Больше Не появляться На подмостках Фехтер Отправился К ней И Рассказал О Дане С Камелиями Все актрисы Парижа Отказались От этой роли Не хочешь ли Ты Попытать Счастье Она Она Прослушала Пьесу Аплодировала Плакала Немедля Уложила Чемоданы И На следующий Ежедень По приезде В Париж Начала Репетировать Все У нее Было В избытке Говорил Позднее Дюма Сын Молодость Красота Обаяние И Талант Когда она Играла Эту роль Казалось Будто Она Написала Ее Сама Директор Театра Буфе Не очень То Обнадеживал Да Что Там Говорил Госпожа Дош Вы Будете Играть Дан В очередь С Увестити То есть Через Два дня На третий А Быть Может И Всего Только Раз Двенадцать Тринадцать Остальные Исполнители Проявляли Беспокойство Смелый Сюжет Казался Неприемлемым И Цензура Увы Разделила Это Мнение Суровый Надменный Леон Фаше Занимавший В 1851 Году Пост Министра Полиции Запретил Пьесу Это Произошло До Государственного Переворота И Дюма Отец Бо еще В довольно Хороших Отношениях С Принцем Президентом Сын Придел Отчаяния Послал На Переговоры Отца Однако Цензор Господин Дебофор Заявил Что Не Может Допустить Такого Скандала Хотя Ради Репутации Обоих Александров Дюма Если Мы Разрешим Представить Подробную Пьесу То Публика Еще До Конца Второго Акта Начнет Швырять На Сцену Скамейки В Один Прекрасный День Заявил Дюма Сын Появится Министр Достаточно Умный Для того Чтобы Разрешить Мою Пьесу Приглашаю Вас На Спектакль Он Будет Иметь Грандиозный Успех Я Желаю Вам Этого Суды Но Не Могу В Это Поверить Госпожа Дош Близко Познакомилась В Лондоне С Луи Наполеоном И его Министром Внутренних Дел Персеньи Она Принялась Хлопотать За Свою Пьесу Пусть Этой Девочке Вернут Ее Роль Заявил Персеньи На Одной Из Репетиций Явился Морни Он Был Не Рубкого Десятка Но Потребовал На Вся Случай Свидетельства О Морали За Подписью Трех Видных Писателей Димас Отправился К Жюлю Жанену Леону Гозлану И Эмилю Ожье Они Прочитали Пьесу И Рекомендовали Ее К постановке Несмотря На Тройное Поручительство Леон Фоше Оставался Непоколебим Наступило Второе Декабря Луи Наполеон Провозгласил Себя Пожизненным Президентом А затем Императором Морни Занял Место Фоше Три дня Спустя После Своего Назначения Сводный Брат Императора Снял Запрет С пьесы Успех Ее Был Поразителен Автора На перебой Вызывали Забрасывая Его Мокрыми От слез Букетами Которые Женщины Говорит Теофиль Готье Срывали Со своей Груди Мари Дю Плеси Удостоилась Наконец Памятника Которого Мы Для нее Добивались Поэт Заменил Скульптора Только Вместо Тело Мы Получили Душу И Госпожа Дош Дала Ей Очаровательное Воплощение Наивысшую Честь Поэту Делает То Что Во всех Пяти Актах Его Пьесы Нет Ни малейшей Интриги Ни малейшей Неожиданности Ни малейшего Усложнения Что Что Касается Идеи То Она Такая Же Древняя Как Сама Любовь И Такая Же Вечно Юная По Правде Говоря Это Не Идея А Чувство Должно Быть Драмоделы Крайне Изумлены Успехом Этой Пьесы Которого Они Не Могут Себе Объяснить И Которой Опровергает Все Их Теории Бессмертная История Влюбленной Куртизанки Ты Всегда Будешь Искушать Поэтов Понадобилось Немалое Искусство Чтобы В наше Время Время Засилья Англо-Женевского Ханжества Представить На театре Сцены Современной Жизни Так Как Они Происходят В действительности Не Сглаживая Их Никакими Увертками Диалог Усеян Свежими Остротами Которые Поражают Своей Неожиданностью Полон Словесных Стычек Реплики Звенят И мечут Искры Как Вскрещенные Клинки Во всем Чувствуется Молодой Ясный Ум Который Не Маринует Свои Остроты По Три Года В записной Книжке Дожидаясь Возможности Пустить Их В ход Госпожа Дож На самом Деле Потеряла Сознание А Фехтер В неистовстве Отчаяния Порвал Ей Кружев На Шесть Тысяч Франков У выхода Александра Ждали Друзья Чтобы Вместе С ним Отпраздновать Успех Но Он Попросил Извинить Его Я Ужинаю С Одной Женщиной Сказал Он Им Эта Женщина Была Его Мать Катрина Лябе В тот В тот вечер Мы Пировали По-венециански Чудесная Еда Лунтик Ветчины Чечевица С прованским Маслом Швейцарский Сыр И Чернослив В жизни Своей Так вкусно Не Ужинал Отцу Который Не хотел Покидать Брюсселя Пока Не будет Подписано Его Соглашение С кредиторами Он Телеграфировал Большой Большой Успех Такой Большой Что Мне Казалось Будто Я Присутствую На Премьере Одного Из Твоих Произведений Дюма Отец Ответил Мое Лучшее Произведение Это Ты Мой Дорогой Сын Некоторое Время Спустя Дежазе Находившаяся В Брюсселе Присутствовала Там На Премьере Дамы С Камели И Встретила В театре Старшего Дюма Он Сиял От Радости Дюма Отец Дюма Сыну Дорогой Друг Весь Вчерашний Вечер Я провел В обществе Госпожи Паска Мы только И говорили Что о тебе О твоем Успехе О твоих Венках О вызовах Публики О таланте Госпожи Дош О гении Фехтера Все это Великолепно Госпожа Паска Сказала мне Что ты Дважды Виделся Смурни Постарайся Все же Получить Крест Он Тебе Не Помешает Примечание Дюма Сын Был Награжден Орденом Только 14 Августа 1857 Года Еще Одно Преимущество Какое Я вижу Во всем Этом У тебя Заведутся Деньги И ты Сможешь Немного Развязать Себе Руки Если Ты Упорядочишь Свой Бюджет Отнеси Сто Франков Что Я однажды Прислал Тебе С улицы НГН На улицу Наваль Готье Был Не Единственным Критиком Восхвалявшим Даму С камелиями Жюль Жанен Говорил О живости Тона О безупречной Правдивости Благодаря Которым Эта пьеса О легких Связях Стала Событием В литературе Господин Прюдом Был Шокирован И нападал На автора За то Что он Возвеличил Куртизанку В том же Самом Водевиле В следующем Сезоне Была Поставлена Пьеса Антитезис Мраморные Девы Теодора Барьера И Ламбера Тибу Где Девиц Легкого Поведения Ставили На место Черт Побери Этому Пора Положить Конец Ну-ка Барышня Отойдите В сторонку Откатите Свои Экипажи Дорогу Порядочным Женщинам Которые Ходят Пешком В действительности Когда Дюма Сын Писал Даму С камелиями Он не собирался Ни нападать На куртизанок Ни защищать Их В то время Он был Глубоко Удручен Смертью Обаятельного И беззащитного Создания Которое Он любил Он же Выписал Жизнь И собственное Сердце Разве Эта Смерть Была Аморальна Или Эта Попытка Искупления Достойна Порицания Почему Автор здесь Не становится Ни адвокатом Ни публичным Проповедником Он всего Только Художник И тем лучше Он трепещет От сочувствия К своей героине Он не судит Ее Он полон Дружеских Чувств И жалости Лишь много Лет спустя Пьеса Переродится В сознании Автора И романтическая Юноша Постарев Станет Беспощадным Моралистом Глава третья Мушкетер Творение Твое Блестяще Необъятно Играет красками Исполнено Огня Виктор Юго Случается Что исторические Потрясения Производят Глубокие Трещины В обществе Тем У кого Хватает сил Удается Через них Перебраться Но зачастую Им приходится Нелегко На другой стороне Революция 1848 Года Обозначила Четкий Рубеж В жизни Франции Смена Декораций Небесный Машинист Спрятал В колоснике Двор Луи Филиппа Смена Актеров Правят Новые Люди Меняются Вкусы Публики Виктор Юго Оказался На высоте Уйдя В изгнание Он Обновил Своё творчество Исполненное Пафоса Политической Борьбы Бальзак Избежал Новых Треволнений Скончавшись В 51 Год Что касается Дюма Отца То он Вернулся Из Брюсселя Всё тот же Полный Надежд И планов Ему не терпится Вновь Увидеть Друзей Бульвары Милую Его сердцу Сутолоку Но На что Жить? Первой Его мыслью Было Основать Ежедневную Вечернюю Газету Мушкетёр Подписная Цена 36 Франков Для Парижа 40 Для провинции Редакция В Золотом Доме Улица Лафит Номер 1 Золотой Дом Был Знаменитый Ресторан В прилегающей К нему Четырёхугольной Башне Помещалась Редакция А этажом Выше Квартира Александра Дюма Название Для газеты Было Выбрано Удачно Публика Тот же Вспомнила Дюма Отца И Самый Знаменитый Из его Романов Над заголовком Был нарисован Сидящий Мушкетёр Первый номер Возвещал Что в ближайшее Время Выйдут В свет 50 томов Мемуаров Александра Дюма 50 томов Воскликнул Мэри Это значит Что он Выплеснет На публику 25 бутылок Воды Не приходилось Сомневаться Что в мемуарах Окажется Вода И крепкое Вино Авторского Темперамента Будет Разбавлено Однако Публика Любила Воду Дюма А кроме того Список остальных Сотрудников Редакции Был блистателен Александр Дюма Сын Жерар Денерваль Октав Фелье Роже Дебувуар Морис Санд Анри Рошфор Альфред Аслинин Орельен Шоль И Теодор Дебанвиль С первых же дней Успех газеты Стал очевиден В наши дни Основывать газету Невозможно Изрекали Авгуры Если бы это было возможно Разве я бы за это взялся Отвечал Дюма На первом этаже Золотого дома Над дверью Красовалась Белая Картонная Табличка Надписанная Рукою патрона Мушкеттер Пожалуйста Поверните Ручку Поворачивали Ручку И попадали В небольшую Прихожую Где помещался Стол Из некрашенного Дерева А за ним Двое-трое Служащих За так называемой Кассой На соломенном Табурете Восседал Мишель Бывший Садовник Из замка Монте-Кристо Почему Именно Мишель Требовался Бухгалтер На его место Посадили Садовника Я нашел То, что Мне нужно Заявил Дюма Мишель Не умеет Считать Я сделаю Его Кассиром Мушкетера В самом деле Умение Считать Было здесь Ни к чему Касса Неизменно Пустовала Дюма Основал Мушкетера Имея Капитал В три тысячи Франков Ни один Человек В редакции Не получал Жалования И все же Мушкетер Выходил Ежедневно И неукоснительно Каким чудом Денег В редакции Не видели Однако Ни в бумаге Ни в перьях Недостатка Не было Сотрудники Не получавшие Ни гроша Добросовестно Сидели На своих местах Дюма Довольствовался Тем Что сулил им Всем славу Был с ними На ты И все Работали Поначалу Администратор Мартине В растерянности Время от времени Забегал к Дюма Чтобы сообщить ему Мседюма У меня нет денег Как Восклицал Дюма А подписка? А розничная Продажа? Дорогой Мэтр Десять минут Назад Вы Забрали у меня Триста Франков Все Утреннее Поступление Конечно Я Отдал Вчера Тысячу Франков За Переписку В самом деле Дюма Живший На третьем Этаже День День Ской Просиживал За еловым Столом Одетый Лишь В панталоны Со Штрепками И розовую Рубашку И без устали Строчил Километры Своих Мемуаров Он получил Удовольствие Возрождая В жизни Своего отца Свою мать Вилле Котре Свое детство В лесной глуши Браконьеров Свои первые шаги В театре Мимоходом Он набрасывал Портреты Портрет Левена Портрет Удара Портрет Луи Филиппа Портрет Мари Дорваль Он делал Пространные Отступления Рассказывая Со всеми Подробностями Жизнь Байрона Юность Виктора Гюго Все это Было Весьма Бессистемно Но живо Красочно Увлекательно А некоторые Страницы Например Те Что посвящены Дорваль Просто превосходны Одновременно С воспоминаниями Он Опубликовал Романы Парижские Магикане Совместно С Бакажем Братья Иегу Серию Очерков Великие люди В домашнем Халате Для которой С блокнотом В руках Отправился Интервьюировать Делакруа Тот Стонал Этот Ужасный Дюма Который Не выпускает Из рук Свою Добычу Явился Ко мне В полночь С расспросами Размахивая Блокнотом Бог И узнает Как он Воспользуется Подробностями Которые Я по глупости Ему Сообщил Я очень Его Люблю Но Сам Сделан Из другого Теста Его Читатели Сохраняли Ему Верность И Тираж Мушкетера Достиг Десяти Тысяч Экземпляров По тем Тяжелым Временам Это было Много Самые Серьезные Люди Интересовались Газетой Ла Мартин Писал Дюма Вы Спрашиваете Мое Мнение О вашей Газете У меня Есть Мнение О вещах Посильных Человеку У меня Его Нет О чудесах Вы Совершили Нечто Сверх Человеческое Мое Мнение Это Восклицательный Знак Люди Искали Вечный Двигатель Вы Нашли Нечто Лучшее Искусство Вечно Изумлять Прощайте Живите То есть Пишите Вы Всегда Найдете Во мне Восторженного Читателя Виктор Гюго Прислал Ему С острова Джерсей Свое Высочайшее Благословение Дорогой Дюма Читаю Вашу Газету Вы Вернули Нам Вольтера Это Огромное Утешение Для Униженной И Загубленной Франции Будьте Здоровы И Любите Меня Поначалу Дела с газетой Шли так Хорошо Что влиятельные Газетные Директора Миле Вельмесан Предложили Дюма Купить у него Мушкетера Сохранив за ним Место сотрудника С очень высоким Окладом Это Была Неожиданная Улыбка Фортуны Надежная Гарантия От его Собственных Сумосбродств Он Отказал Не без Высокомерия Мой Дорогой Собрат Писал он Вельмесану То Что Предлагаешь Мне Ты И Что Предлагает Миле Этот Превосходный Человек С поистине Золотым Сердцем Великолепно Однако Я всю Жизнь Мечтал Иметь Свою Газету Собственную Газету Наконец-то Она у меня Есть И Самое Меньшее Что она Может Мне Принести Это Миллион Франков В год Я Еще Не взял Ни одного Су Из гонорара За мои Статьи Если Считать По Сорок Су За Строку То Со Дня Основания Мушкетера Я Заработал 200 Тысяч Франков Я Преспокойно Оставляю Эту сумму В кассе Чтобы Через Месяц Взять Оттуда Сразу 500 Тысяч При Этих Обстоятельствах Я Не нуждаюсь Ни в деньгах Ни в Директорах Мушкетер Это Золотое Дно И Я Намерен Разрабатывать Его Сам Чудеса Не могут Длиться Вечно Тогда Бы Они Перестали Быть Чудесами Самым Преданным Сотрудникам Надоело Дружеское Тыканье Вместо Жалования Они Исчезали Один За Другим Подписчики Тоже Их Подчевали Одним Только Дюма Отцом При Всей Их Любви К Нему Они Не Желали Довольствоваться Его Стрип В качестве Единственной Духовной Пищи В конце Концов Сотрудники Рассыльные Обратились В массовое Бегство Дюма Горько Сетовал На их Неблагодарность В 1857 Году Мушкетер Пошел Ко дну В Поисках Утешения Дюма Часто Выезжал В свет Обедал В обществе Упивался Собственным Красноречием Он Проговаривал Статьи Которую Ему Больше Негде Было Печатать Его Можно Было Встретить У Принцессы Матильды Будучи Двоюродной Сестрой Наполеона Третьего Она Тем не Менее Разрешала У себя В доме Фронтировать Против Второй Империи Дюма Рядился Там В тогу Политического Деятеля Он Заявлял Что Благодаря Своей Популярности Столь же Могуществен Как Император Зовите Меня Просто Дюма Говорил Он Принцессе Матильде Вот Уже Двадцать Пять Лет Как Я Тружусь Ради Этого Он Он Сочинял Политические Эпиграммы На Родственников Этих Глядя Мы Видим Разницу Одну Захватывал Столицы Дядя Племянник Захватил Казну Это Не нравилось Ни Принцессе Ни Высокомерному Вьель Костылю Который Злобно Отмечал В своем Дневнике Большая Ошибка Принимать Дюма И Разрешать Ему Такой Заносчивый Тон Но В глазах Принцессы И В глазах Толпы Он Оставался Великим Дюма Он С презрением Отзывался О Наполеоне Третьем Гюго Говорил он Опубликовал Великолепные Вещи О Наполеоне Я Посвящаю Ему Еще более Сильные Строки В своих Мемуарах Этот Комедиант Оказался Попросту Молодушным Будучи Претендентом Он Глупейшим Образом Позволил Себя Арестовать Ему Надо было Поступить По-моему Вооружиться Пистолетом В 1830 Я Один Взял Город Суассон Пригрозив Коменданту Что Раскраю Ему Череп В конце Концов Он И сам В это Поверил Он Поносил Император За то Что Тот Недостаточно Почитает Художников После Одного Из таких Страстных Выпадов Против Режима Кто-то Спросил У принцессы Матильды Не Поссорилась Ли Она С Дюма Она Ответила С улыбкой Думаю Что Поссорилась Насмерть Сегодня Он У меня Обедает Начиная С 1857 Года Она Стала Принимать У себя Дюма Сына Она Хотела Представить Его Императору Чтобы Тот Наградил Его Орденом Дюма Сын Отказался Ссылаясь На свою Гордость На свою Робость И Все же 14 Августа 1857 Года Он Был Награжден В Качестве Поручителя Он Избрал Своего Отца Дюма Отец Дюма Сыну Дорогой Мой Сын Три Дня Назад Я Получил Твой Крест И Разрешение Произвести Тебя В Кавалеры Когда Ты Вернешься Я Обниму Тебя Нежнее Обычного Если Только Это Возможно И Церемония Будет Совершена У Дюма Отца Поводов Для Гордости Было Хоть Отбавляй Когда Во Францию Прибыла Английская Королева И Ее Попросили Назвать Пьесу Которую Можно Было Бы Представить В ее Честь В Сен-Клу Виктория Выбрала Воспитанниц Сен-Сирского Дома Эту Комедию Сыграли На Официальном Приеме В замке И Ветх 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 Большой Оставался Оставался Ветх Площад Ветх 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 Внуан Где Молодая Секретарем Александром Мансо Приехала В Рим Она Застала Там Свою Дорогую Иду Которая Встретила Ее Цветами Записная Книжка Жорж Санд За 1855 Год Сообщает Нам Что В пятницу 30 Марта Писательница Была В гостях У своей Подруги Женщины Бросили С друг Другу На шею И Целый Час Злословили О своих Мужьях Дюма И Дюдеване Затем Отправились Обедать К Фраскате В сопровождении Мориса Мансо И Князя Деверла Франка 19 Апреля Жорж Обедала В обществе У госпожи Дюма И Охарактеризовала Этот вечер Четырьмя Словами Поэтические Истории Музыка И два священника Один из них Страстный Гимнаст Макароны В огромном Количестве Распрощались В 11 часов Унося с собой Окорок И пирожные Прелестный Вечер В понедельник 23 апреля Жорж Санд Покинула Рим Она Пометила В своей Записной Книжке Прощание Отняло Много Времени Пришли Ида Князь И барон Душили Друг друга В объятиях Они Очаровательны В 1857 году Князь Девилла Франко Которому Хотелось Провести Несколько Месяцев В Париже Снял там Красивый Особняк С колоннами Он существует И по сей день На Авене Габриэль Номер 38 Ида Была Больна И вначале Ее болезнь Принимали За Водянку На самом деле Это был Рак Матки От которого Ей вскоре Суждено Было Умереть Ее Прекрасный Принц По выражению Жорж Санд Преданно Ухаживал За ней И показывал Ее Самым Знаменитым Врачам В течение Этого Последнего Пребывания Ее Во Франции Ее Отношения С Дюма Были Отношениями Кредитора И Должника Она Возвратилась В Италию Где Ее Болезнь Стала Прогрессировать Угрожающим Образом В Генуе Дом Пикассо Улица Аквасоля Приход Церкви Утешения Она Приняла Последнее Причастие И Отдала Богу Душу Это Случилось 11 Марта 1859 Года Жорж Санд Князю Девилла Франка 14 Марта 1859 Года Мой Мой Дорогой Несчастный Друг Мой Безутешный Боже Мой Какой Удар Для Вас И Какое Горе Какая Огромная Скольбь Для Всех Тех Кто Ее Знал Такое Большое Сердце Такой Обширный Ум Это Было Было Утешением В смертельной Скорби Которую Испытываем Мы Все Авдаревший Дюма Отец Некоторое Время Ничего Не Знал О Своем Вдовстве Так Как В те Дни Он Гостил Своей Дочери В Шатуру 4 Мая 1856 Года Мария Дюма Вошла Замуж За Берейца Пьера Олинда Петель И Свидетелями Ее Бракосочетания Были Ла Мартин И Через Поверенного Виктор Гюго Дюма Отец Виктор Гюго Мой Самый Дорогой Самый Великий Друг 28 Числа Сего Месяца Моя Дочь Выходит Замуж Она Просит Вас В письме Дорогой Виктор Чтобы Вы Через Поверенного Были Ее Свидетелем Вместе С Ла Мартин Мы Часто Видимся С Ним И Не Было Случа Чтобы Мы Не Говорили О Вас В В В В В Вы, мой дорогой Виктор, частица моей души, и я, ваш старый друг, говорю о вас, как не скромный юный любовник о своей любовнице. Одно из великих и прекрасных таинств природы, одно из самых трогательных проявлений милосердия Божьего заключается в том, что разлука бессильно расторгнуть духовные узы. Как я говорил, как я писал, как буду говорить и писать без конца, мой великий и дорогой друг, тело мое в Париже, душа в Брюсселе и Гернсея, где вы были, где вы сейчас. Я хотел бы, мой дорогой Великан, чтобы вы переписали на большой лист бумаги те прекрасные стихи, которые вы посвятили мне. Я заключил бы их в рамку и повесил между двумя вашими портретами, и тогда ваш образ был бы всегда у меня перед глазами. До свидания, мой друг. Мария ждет от вас письма, в котором вы сообщите ей, что согласны через посредство Буланже быть ее свидетелем. Это будет ее дворянской грамотой. Передайте госпоже Гюго, что я у нее ног. Ее письмо — это письмо поэта, супруги и матери в одно и то же время. Я храню его, но не для того, чтобы заключить в рамку, а чтобы перечитывать подобно влюбленному, прижимая его к сердцу. До свидания, мой добрый Виктор. Досоединит нас Бог во Франции ли, в изгнании ли, на небесах. О смерти Иды Александру Дюма узнал от Альфонса Карра, поселившегося в Ницце, в городе, расположенном поблизости от Генуи. Дюма Карру. Мой добрый друг, когда пришло твое письмо, я находился в Шатуру. Я нашел письмо по возвращении. Спасибо. Госпожа Дюма приезжала сюда год назад и заставила заплатить ей долг — 120 тысяч франков. У меня есть ее расписка. Я уезжаю в Грецию, потом в Турцию, Малую Азию, в Сирию и Египет. Дюма, женившийся когда-то по примуждению и уже так давно расставшийся с женой, испытывал некоторое облегчение от того, что стал совершенно свободным человеком. А князь Девилна Франко, безутешный любовник, горько оплакивал умершую, похороненную на кладбище в Стальяно. Неисповедимы пути Господней. Князь написал Жорж Санд, прося ее составить эпитафию, которая будет высечена на памятнике его погибшей подруги. Жорж Санд, князю Девилна Франко. Дорогой друг, самые лучшие слова всегда самые короткие, и того, что вы мне написали о ней, достаточно. Если вы хотите добавить к этому еще несколько слов, подводящих итог ее жизни, не пишите «здесь покоится» или «здесь нашла упокоение», ибо души не находят упокоения в земле. А напишите «в память о» и «после всех имен», чей высокий ум и благородная душа оставили глубокий след в жизни тех, кто ее знал. «Большая артистка и великодушная женщина, она ушла от нас, молодой и прекрасной, обаятельной и самоотверженной. В этой гробнице похоронено сердце мужчины». Добряк Тео, так восхищавшийся двадцать лет назад белокурой пышнотелой Идой, тоже горевал о ней. После смерти госпожи Эмиль Жерарден и госпожи Дюма, в этом мире не осталось ни одной умной женщины. Слова, свидетельствующие лишь о том, что Теофель Готье постарел. Глава четвертая Диана де Лис «Ты не страдаешь желудком?» «Нет». «Напишешь еще несколько пьес, тогда посмотришь, что с тобой будет». «Лябиш». Дама с камелиями, несмотря на весь ее успех, не обогатила Дюма сына, у которого хватило порядочности, глупости, как сказал бы его отец, воспользоваться этой улыбкой фортуны, чтобы расплатиться со всеми своими долгами. Дюма сын. «Расходы мы делили между собой. Столовые приборы у нас были из простого металла. Стряпал для нас садовник. Там-то я и написал Диану де Лис». Сын не обладал ни легкомыслием, ни жизнерадостностью отца. Творческий труд всегда вызывал у него настоящую физическую усталость, доводившую до головокружения и спазм в желудке. Раннее знакомство с куртизанками, а вслед за тем мучительный роман с госпожой Нессельрода превратили его в человека разочарованного. Не отличаясь могучим воображением, которое позволяло его отцу оставаться лучезарным в мрачном мире, он взирал на людей с печальной суровостью. У него был тот же идеал, что у его матери — честность и прямота. Ему хотелось основать семью, которая была бы противоположностью его собственной. Юма-Цын стремился найти в каждой женщине прекрасную даму рыцарских романов. Но живая женщина — не дама, так же, как живой мужчина, не рыцарь. Самая лучшая по-своему сумасбродна. Шекспира и Мюссе это сумасбродство вдохновляло на стихи. Шатубриан восхищается смешением слабости и лент. Дюма-Цын был не столь мудр и не столь терпим. Вступив в связь с графиней Нессельрода, он узнал человеческую самку в ее самом соблазнительном и самом ужасном виде. Он прошел школу аморализма. Он наблюдал мир Второй империи, населенный бесстыдными распутниками вроде герцога де Морнии, ограниченными и тупыми мужьями, ловкими и развращенными женами. Светский человек глуп, празден, безнравствен. В молодости он делает детей портнихом, оженившись, обманывает жену. Женщина несчастливая в браке и соблазненная девушка. Соблазненная девушка и женщина несчастливая в браке. Из этого круга Дюма не выйти. Кем хотел стать он сам? Честным человеком. Счастливым отцом семейства. Этого не случилось. И он стал вершителем правосудия, другом женщин, а также их судьей. Его персонажи, подобно мушкетерам, готовы были служить тому, что он считал подлинной справедливостью. Удары они будут наносить словами, подчас жестокими. Какова их цель? Спасти наивных молодых людей от опасных любовниц, белошевек от прожигателей жизни, простодушных молодых девушек от развратных отцов семейства. В нем появится что-то от полководца и укротителя. Дюма сын будет с хвостом в руках входить в клетку с ольвицами. Но прежде чем взять на себя эту видную и неприятную роль, он должен был окончательно изжить эпизод с графиней Несселероды. Рассчитаться с ним в своих произведениях. В первый раз он сделал это в 1852 году в романе «Дама с жемчугами», где он повествовал о своем приключении, почти ничего не изменив в нем. Героиня иностранная герцогиня в 18 лет вышла замуж за человека, который, как и Дмитрий Несселероды, носил знатное имя и занимал в своей стране видное положение. Там было все. Ненавистная заловка, очаровательно неразборчивый почерк Лидии, наперсница любовников Элизабет де Норси в жизни Элизабет де Корси. Автор книги явно стремился к тому, чтобы его узнали в герое, Жаке де Фейле, так как герцогиня говорила последнему, если вы когда-нибудь опишите мою историю, вы назовете ее «Дама с жемчугами». Эта книга будет парой к той, которую вы написали раньше, и героине которой — куртизанка. Разница только в одном. Развязка романа более лестна для Дюма, чем действительный конец его связи, ибо в книге герцогиня Аннет, разлученная с любимым, умирает от горя, тогда как настоящая графиня Лидия преспокойно продолжала жить и давно забыла его. Диана де Лис. Это снова история несчастной патрицианки, влюбленной в художника Поля Обри. Покинутая мужем Диана де Лис спускается в разгул. Поль Обри — еще один автопортрет с благородной деликатностью, удерживает ее от позорных похождений. Тогда в дело вмешивается муж. Он не любит свою жену, но это не важно, он муж. У него есть права. Он намерен увезти Диану подальше от Поля с помощью всех тех средств, какие предоставляет в его распоряжение закон, совершенно так же, как увез свою жену Нессель Роде. Когда Поль и Диана пытаются бежать, чтобы обрести свободу, граф де Лис холодно дает им юридическую консультацию. Граф. Сударь, возможно, что общество устроено плохо, что вам хотелось бы исправить его ошибки, что мне и графине не следовало вступать в брак. Все это возможно. Но в действительности я муж этой женщины, она останется со мной, и ничто не может этому помешать, ибо она моя жена. Даю вам честное слово, что если когда-нибудь я застану вас с госпожой Ди Лис, как застал сейчас, даю вам слово, что я воспользуюсь правом, которое дает мне закон, и убью вас. Как закончить пьесу? Выстрелом из пистолета без комментариев? Такая концовка искушала Дюма сына, отчасти потому, что она была бы в симметричной развязке. Антони. В Антони любовник убивал жену, в Диане де Лис муж убьет любовника. Отчасти же потому, что моралист при всем своем отвращении к невыносимому мужу в душе оправдывал его. Но публика без сомнения предпочитала, чтобы победа оказалась на стороне симпатичных любовников. Автор долго колебался. После триумфа дамы с камелиями директора театров охотно взяли бы у него вторую пьесу. Но цензура снова поставила рогатки. Не потому, что сюжет был аморален. Тарсиньи, когда-то покровительствовавший молодому Дюма, не мог простить ему, что тот отказался написать для оперы слова к верноподданнической кантате, приуроченной к какому-то случаю. Причины, которые выставил Дюма сын, были основательны. Во Франции жили тогда великие поэты Ламартин, Виньи, Гюго, Мюссе, если они отказывались или если к ним не обратились, не подобало начинающему, к тому же очень слабому поэту, который пытался сохранить независимость, лезть на их место. Директор оперы Нистор Рокплан настаивал. В конце концов, будете вы писать? Да или нет? Нет. Что же, ответил он смеясь, вы правы. За Диану де Лис вступился Монтинии, директор театра «Жимназ». Это был добрейший из людей, силач с квадратным лицом, с короткими волосами, бакенбардами и усами-щеткой. Он походил на сторожевого пса. Его театр назывался «Жимназ», ибо когда-то, на заре своего существования в силу данного ему исключительного права, был театром-школой, где могли практиковаться учащиеся консерватории. Позднее там начали играть в Адевиле с куплетами. С 1844 года Монтинии боролся за то, чтобы привлечь туда публику, которая надоело видеть на сцене полковников, крестьянок и опереточных канонис. В 1847 году он женился на очаровательнейшей актрисе Марии Розе Сизо. Родители ее тоже были актеры. Совсем еще юная, она выступала под псевдонимом Розе Шерри. Скрип, автор которого много играли в театре «Жимнас», взялся сделать ей предложение от имени Монтинии. «Я принес вам, сказал Скрип, юной Розе, очаровательную и оригинальную роль. Драматическую? Надеюсь, что нет. Пьеса кончается свадьбой? Наоборот. Со свадьбы она только начинается. директор и актриса составили образцовую чету. Мягкая и сдержанная Роза Шерри оказалась примерной матерью семейства. Ее неподдельный талант, благородный и отточенный, нравился публике жимназа. Она преобразила театр. Присутствие за кулисами жены директора заставляло всех вести себя пристойно, хотя и беспорядок царивший в театре поощрял свободу нравов. Артистическое фойе походило на неприбранную контору амнибусов с одним единственным стулом для хозяйки. В кабинете директора всевозможные рукописи загромождали бархатный диван, стол и все углы. Монтеньи увидел в Диане идеальную роль для своей жены, потребовал снятия запрета и добился его. За время репетиций между Монтеньи, Розой Шири и Дюма сыном завязались прочные узы дружбы. Автор нашел обоих супругов столь умными, надежными, справедливыми и добрыми, что Жемназ стал его собственным театром. Он способствовал созданию легенды, превратившей Розу Шири в святую покровительницу корпорации актеров. Монтеньи молил Дюма дать Диане де Лис счастливую развязку. Однако автор упрямо держался за выстрел из пистолета и сохранил его. Публика и критика были сбиты с толку. Успех пьесы, хотя и значительный, не шел в сравнении с триумфом дамы с камелиями. Граф де Лис мог сколько угодно говорить, этот человек был любовником моей жены, я отомстил за себя, я убил его. Столь свирепое правосудие ошеломляло. Автор защищался от обвинений в том, будто он доказывал определенный тезис. Разве искусство, в особенности театр, призвано очищать нравы трудящихся классов. Волнение, вызываемое зрелищем подлинной страсти, каков бы ни был ее характер, если только эта страсть говорит прекрасным языком, если она выражается пластическим движением, такое волнение стоит больше, чем любые тирады, и оно совершенно по-другому воздействует на человека, заставляя его заглянуть в собственную душу, глубоко затрагивая самые глубины его существа. До сих пор в своих первых двух пьесах он воспроизводил события собственной жизни. В пьесе «Полусвет», следующей за Дианой де Лис, он описал среду, которую пристально наблюдал. Это среда, в которой вращаются женщины, занимающие промежуточное положение между светскими дамами и куртизанками. Полусвет, по определению Дюма-сына, это не скопящий куртизанок, а класс деклассированных. когда позднее дамами полусвета стали называть женщин, сделавших любовь профессией, это слово потеряло смысл. Полусвет у Дюма еще до некоторой степени свет. Там встречаются любовницы, которые не предъявляют счетов к немедленной уплате, ибо любовь здесь добровольная. Но бесплатная ли? В основном да. Однако женщины, отвергнутые за неверность, молодые девушки с пятном, составляющие полусвет, должны на что-то жить. Они ищут мужа-спасителя, или же, если это необходимо, постоянного покровителя. Этот свет начинается там, где кончается законный брак. Он кончается там, где начинается продажная любовь. От порядочных женщин он отделен публичным скандалом, от куртизанок деньгами. По отношению к несчастным созданиям, образующим полусвет и отделенным от так называемых светских женщин, всего только барьером случая, Дюма-Сын проявляет такую жестокость, которая вызывает возмущение. По его мнению, первейший долг помешать порядочному человеку жениться на авантюристке. Долг столь настоятельный, что для исполнения его вершитель правосудия готов пойти на подлость, чтобы вырвать своего друга Раймона Денанжак, доверчивого и наивного любовника из сетей баронессы Данж, Оливье Дежален, который здесь олицетворяет автора, не побрезгует никакими средствами. Он считает такую женщину ядовитой гадиной, ее надо безжалостно раздавить. Оливье Дежален открывает собой блестящую плеяду резонеров в пьесах Дюмасына. Это ясновидящие, прозревшие тайны сердца, воинствующие моралисты, раздражающие своим самодовольством, уверенностью в своей непогрешимости и присвоенным себе правом руководить совестью. На первый взгляд они кажутся скептиками и нигилистами. На самом же деле они защищают общепринятую мораль. Некоторые их черты есть уже у поля Обри, однако поля Обри еще сам участвует в игре. Оливье Дежален хочет быть вне игры и управлять ею. В первой редакции пьесы он был еще более невыносим и догматичен. Есть многое такое, чего человек моего возраста чаще всего не знает, но что я уже познал и оценил по достоинству. И повторяю вам, это прежде всего любовь, как ее понимают в мире, где мы живем. Я признаюсь, что такую любовь, любовь, которую женщина ищет в браке, жажда которой заставляет ее опускаться до Адильтера, которая обрекает ее на повседневную ложь, признаюсь, что я не способен почувствовать такую любовь даже к вам, менее всего к вам. Видя вас такой чистой, верной, доверчивой, я понял, сколько зла может эта любовь причинить женщине. Таким был в тридцать лет сам Дюма-сын, присыщенный легкой любовью, измученный любовью трудной, всецело занятый женщинами, старающийся, чтобы его поведение по отношению к ним соответствовало его идеалу, и изображающий в театре героя, каким бы ему хотелось быть. Д'Артаньяно, для которого любая авантюристка не леди. Полусвет ужаснул Монтенье своей дерзостью, но вдохновил Розу Шерри. Она увидела в баронессе Данж выигрышную роль, весьма отличную от тех, которые она привыкла играть. В течение нескольких недель министр Ашель Фуль пытался вырвать у Дюма его пьесу для французского театра, которую он мечтал омолодить. Дюма, желая сохранить верность жимнас, прибегнул к маленькой хитрости. Он передал Фулю рукопись, вставив туда несколько крепких слов. Сами по себе вполне безобидные, слова эти в то время считались неприемлемыми для сцены. Император и императрица приказали прочесть им пьесу. Они вскрикивали от ужаса «Жимнас был спасен». Во время репетиции Дюма восхищался чудесной интуицией, с какой добропорядочная роза Шери с лицом наивного и шаловливого ребенка угадывала и выражала чувства, казалось, ей совершенно чуждые. Оливье Дежален несомненно сказал бы, что в каждой добродетельной женщине дремлет авантюристка. Что касается Монтеньи, то он был не способен отделить госпожу Монтеньи от персонажа, который она воплощала и который, по его мнению, бросал на нее тень. Дюма требовал от актрисы ярких красок. Монтеньи сдерживал ее. За спиной мужа Роза делала Дюма знаки, чтобы тот не уступал. С обоюдного согласия автор и актриса приберегали для премьеры некоторые смелые эффекты, которые на репетициях могли бы испугать мужа. Она заранее наслаждалась ими как школьница какой-нибудь проказой и говорила только бы патрон ни о чем не догадался. Успех был ошеломляющий. Неожиданная развязка обеспечила триумф. Даже Дюма отец был в восторге. Он только что вернулся в Париж и с приятной гордостью наслаждался успехом сына. Моралист предполагает, случай и страсть располагают. В то время, как Дюма сын в своих пьесах присуждал Адюльтер к смертной казни, сам он вступил в связь с замужней женщиной и оторвал ее от мужа. Это снова оказалась русская, на сей раз княгиня, уроженка Прибалтики, дочь статского советника. Красавица Надежде Кноринг в сирене с зелеными глазами было двадцать шесть лет, когда Дюма сделался ее любовником. Проведя годы юности в глуши, она почти девочкой была выдана замуж за старого князя Александра Нарышкина. Ее неравный брак превратил ее в существо неудовлетворенное и необузданное. Она была подругой, наперсницей и соучастницей Лидии Неслерода. Так как она скучала под тенью икон, то без колебаний бросила все, чтобы открыто жить во Франции с молодым Александром Дюма. Однако, бежав из Москвы, она не забыла взять с собой ни свою дочь, Ольгу Нарышкину, ни фамильные драгоценности. «Больше всего я люблю в ней то», писал Дюма сын Жорж Санд, «что она целиком и полностью женщина, от кончиков ногтей до глубины души. Это существо физически очень обольстительное. Она пленяет меня изяществом линий и совершенством форм. Мне нравится все в ней, ее душистая кожа, тигриные когти, длинные ржеватые волосы и глаза цвета морской волны. Было что-то опьяняющее в том, что в его власти оказалась эта великосветская дама, готовая пожертвовать всем ради того, чтобы принадлежать им. Если браком с Эвелиной Ганской Бальзак брал реванш у надменной маркизы Декастри, то надежда Нарышкина должна была искупить измену ветреной графине Несельрода, чтобы прочнее утвердить свою победу над русской знатью, Дюма-сын демонстрировал крайнее презрение к аристократии, владевшей необозримыми степями и потерявшей счет золотым рублям. Это не уменьшало его нежной привязанности к Великороссии Надежде и Малороссии Ольге, так он называл их в письмах к Жорж-Санд. Мне доставляет удовольствие писал он владелице Ноана перевоспитывать это прекрасное создание испорченное своей страной, своим воспитанием, своим окружением, своим кокетством и даже праздностью. Пигмалион полагал, что извоял себе любовницу. Позднее статуя отомстила скульптору. Я знаю ее не со вчерашнего дня, и борьба, ибо между двумя такими натурами, как я и она, это именно борьба, началась еще семь или восемь лет тому назад, но мне только два года назад удалось одолеть ее. Я изрядно вывалился в пыли, но я уже на ногах и полагаю, что она окончательно повержена навзничь. Последнее путешествие доконало ее. Поездки в Россию были для княгини неизбежны. Чтобы взять денег из своих личных доходов и получить новое разрешение на пребывание за границей, Надежда Нарышкина должна была раз в год ездить в Санкт-Петербург. Там один услужливый врач предписывал ей лечение в Пломбьере, объявляя русский климат вредным для ее легких и рекомендовал ей длительное пребывание на юге Франции. Дюма-сын хотел жениться на своей иностранке, чтобы привести свое поведение в соответствии с собственными принципами. Однако князь Нарышкин отказался дать ей развод. Царь, враждебно относившийся к открытому разрыву супружеских требовал, чтобы среди аристократии браки были нерасторжимыми, а воспротивиться самодержцу значило немедленно подвергнуться репрессиям. «Развестись, сказал Нарышкин, значит лишить его дочь Ольгу части тех владений, коих она является единственной наследницей». Замужняя любовница, мать семейства. Ничто не могло так противоречить идеям Дюма-сына, как его личная жизнь. Любовники страдали от сложившейся ситуации. Они скрывали свою любовь. В 1853 году мать княгини Ольга Беклишева, проживающая в Москве от имени своего мужа Ивана Кноринга, российского статского советника, купила в Лешоне красивую виллу в английском георгианском стиле. Ионические пилястры, треугольный фронтон. Этот дом, называвшийся тогда Санта-Мария, известен по сей день под именем Виллы Нарышкиной. С 1853 по 1859 год нужно было видеть, как на газоне и посыпанных песком дорожках перед домом играли в мяч красивый молодой человек, красивая девочка и женщина с глазами цвета морской волны. Глава пятая поездка в Россию После того, как эпизод с мушкетером завершился и газета перестала существовать, Дюма охватила охота к перемене мест. Он всегда любил путешествия и умел возвращаться домой с объемистыми рукописями. на сей раз его влекла к себе Россия. Отношения Дюма отца с Россией восходят ко времени его первых шагов в театре. С 1829 года в Петербурге с успехом шел Генрих Третий и его двор. Великий актер Каратыгин играл роль герцога Гиза, его жена герцогини Екатерины. Затем после того как Каратыгин перевел на русский язык Антони, Ричарда Дарлингтона, Терезу и Кина, драматургия Дюма произвела в России настоящую литературную революцию. Чтобы увидеть пьесу Дюма в театре повалило знать. Позднее Гоголь по соображениям эстетическим и официальная критика по соображениям политическим холодно отзывались о Дюма. Все эти недовольные Антони, Кин, объявлявшие войну обществу, противники брака тревожили официальные круги. Однако демократы Белинской, Герцен приняли Дюма всерьез и восторженно хвалили его. В 1839 году Дюма пришла в голову мысль преподнести Николаю первому императору всея Руси рукопись одной из своих пьес «Алхимик» в нарядном переплете. И вот почему художник Ораз Верне незадолго до этого совершил триумфальное путешествие по России и получил от царя орден Станислава второй степени. Дюма, страстный собиратель регалий, всей душой жаждал этого ордена. Некий тайный агент русского правительства в Париже сообщил о желании Дюма министру графу Уварову, добавив, что, по его мнению, было бы весьма кстати удовлетворить это желание, ибо в этом случае Дюма, самый популярный писатель во Франции, мог бы оказать известное воздействие на общественное мнение этой страны, в тот момент неблагоприятное для России по причине симпатии французов к Польше. «Орден, пожалованный его величеством, писал агент, будет лучше виден на груди Дюма, чем на груди любого другого французского писателя». Эти слова свидетельствуют о том, что агент хорошо знал Дюма и его широкую грудь. Министр дал благоприятный ответ, и рукопись, украшенная виньетками и ленточками, была отправлена в Санкт-Петербург в сопровождении письма за подписью «Александр Дюма, кавалер бельгийского ордена Льва, ордена почетного легиона и ордена Изабеллы католической». Это была вызывающая просьба. Но требовалось еще соизволение императора. Министр просил его, «Если бы вашему величеству угодно было, милостью приняв этот знак благоговения иноземного писателя к августейшему лицу вашего величества поощрить в этом случае направление, принимаемое к лучшему узнанию России и ее государя, то я со своей стороны полагал бы вознаградить Александра Дюма пожалованием ордена святого Станислава третьей степени. На полях докладной император Николай написал карандашом «Довольно будет перстня с вензелем». «Довольно будет». «Кому?» «Уж никак не Дюма». Но дело было в том, что цель питал инстинктивное отвращение к романтической драме. Как-то раз он сказал актеру Каратыгину «Я бы чаще ездил тебя смотреть, если бы не играли вот таких чудовищных мелодрам. Например, сколько раз зарязал ты в нынешнем году или удушил жену твою на сцене». Дюма был уведомлен о пожаловании ему алмазного перстня с вензелем его императорского величества. Так как перстень долго не высылали, Дюма затребовал его и в конце концов получил. Он поблагодарил очень холодно, посвятил алхимика не царю, а Иде Ферье, тогда еще фаворитке, и вскоре напечатал в ревиу де Пари роман записки учителя фехтования, который не мог не возмутить царя, ибо это была история двух декабристов гвардейского офицера Анненкова и его жены, юной французской модистки, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку. В романе они выведены под вымышленными именами. Рассказ велся от лица учителя фехтования Гризье, чьим учеником был Анненков. Роман был запрещен в России, где, разумеется, все, кто только мог его раздобыть, читали его тайком, в том числе и сама императрица. Таким образом, при жизни Николая Первого Дюма был в России персоном анграта. Он не отдавал себе в этом отчета, и когда в 1845 году его друзья Каратыгины приехали в Париж, он снова выразил желание увидеть Россию и быть представленным императором. Каратыгины поспешили отговорить его, и в течение нескольких лет он больше об этом не думал. Позднее, в 1851 году, любовные связи его сына, влюбившегося подряд в двух русских знатных дам графиню Несселерода и княгиню Нарышкину, снова напомнили ему о России. Эти связи усилили искреннюю и глубокую симпатию Дюма к русским. Они были ему по душе. Мужчины-великаны пили горькую, женщины слыли самыми красивыми в Европе. История страны изобиловала борьбой страстей и кровавыми драмами, малоизвестными во Франции, где только Проспер Мериме, у которого был небольшой круг читателей, познакомил публику с некоторыми из них. Сочетание заманчивое для Дюма как человека и как писателя. И когда в 1858 году случай свел его в гостинице три императора на Луврской площади с графом Кушелевым Безбородко и его семьей, которые путешествовали по Европе, имея на два миллиона векселей на все банкирские дома Ротшильда в Вене, Неаполе и Париже, он увязался за ними следом. Кушелевы Безбородко уже насчитывали в своей свете одного знаменитейшего итальянского маэстро и одного шведского спирита Дэниэла Дэнглса Юма, того самого медиума, которого любила Элизабет Барретт Броунинг, с детства обладавшего даром ясновидения и способностью заклинать духов. Они поспешили присоединить к этой свите такого знаменитого и занятного француза, как Дюма. Месье Дюма, заявила графиня, вы поедете с нами в Санкт-Петербург. Но это невозможно, мадам. Тем более, что если бы я и поехал в Россию, то не только для того, чтобы увидеть Санкт-Петербург. Я хотел бы также побывать в Москве, в Нижнем Новгороде, Астрахани, Севастополе и возвратиться домой по Дунаю. Какое чудесное совпадение, заявила графиня. У меня есть имение под Москвой, у графа земли под Нижним, степи под Казанью, рыбные тони на Каспийском море и загородный дом в Изаче. Это способно было вскружить голову путешественнику, который всегда держался в Париже только на волоске, да и то на женском. Поскольку Николай Первого сменил, Александр Второй стало легче получить визу. Дима, отец согласился. Через несколько дней поезд увез его в Тюльн, Берлин и Штеттин, а оттуда на пароходе он поплыл в Санкт-Петербург. В дороге, читая книги и слушая рассказы своих спутников, он познакомился с историей Романовых, настолько трагической и скандальной, что лучшего нельзя было и желать. Наконец, пароход вошел в Остье Невы. Дюма, высадился на берег. Ему привели в восхищение дрожки, кучера в длинных кафтанах, их шапки, напоминавшие паштет из гусиной печенки и ромбовидные медные бляхи, висевшие у них на спине. Он познакомился с мостовой Санкт-Петербурга, которая в те времена за три года выводила из строя самые прочные экипажи. Вместе с графом и графиней он присутствовал в большой гостиной их дома на молебстве по случаю благополучного возвращения, которое служил домашний поп. Хозяева Дюма были более Монте-Кристо, чем он сам. Их парк имел в окружности три мили. У них было две тысячи крепостных. Из Санкт-Петербурга он отправился в Москву, где его принял у себя граф Нарышкин, у которого была подруга француженка Женни Фалькон, грациозная фея, сестра знаменитой певицы Корнелии Фалькон. Дюма настойчиво ухаживал за своей хозяйкой. Я целую вам только руку, завидуя тому, кто целует все то, чего не целую я. Пятьдесят лет спустя Женни Фалькон, которая была тогда уже восемьдесят, проговорилась, что не устояла перед полкими домогательствами мушкетера. Ему пообещали, что его свозят на Нижегородскую ярмарку. Обещание было выполнено. В излучине Волги Дюма увидел, как река внезапно исчезла. На ее месте вырос лес расцвеченных флагами мачт. На пристани стоял оглушительный гомон двухсот тысяч голосов. Единственное, что может дать представление о человеческом муравейнике, кишащем на берегах реки, это вид улицы Револей в день фейерверка, когда добрые парижские буржуа возвращаются во свояси. Александр Дюма сразу стал нижегородским львом. Генерал-губернатор Александр Муравьев представил его графу и графине Анненковым, которых Дюма, никогда не видев в глаза, сделал героями своего романа записки учителя фехтования, опубликованного в 1840 году. Супруги Анненковы были помилованы Александром Вторым. Они с распростертыми объятиями приняли человека, превратившего их в персонажей романа. Самое большое счастье за время этого путешествия доставило Дюма открытие, что образованные русские знают Ле Мартино, Виктора Гюго, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и его самого так же хорошо, как парижане. В Финляндии он встретил игуменью, которая зачитывалась графом Монте-Кристо. Всюду и везде именитые князья, губернаторы провинции, предводители дворянства и помещики оказывали ему теплый прием. Чиновники величали его генералом, так как на шее у него всегда болтался по меньшей мере один орден. Он давал русским и в свою очередь получал от них уроки кулинарии, учился приготовлять стерлядь и осетрину, варить варенье из роз с медом и с корицей. Он оценил шашлык, ломтики баранины на вертеле, поджаренные на углях, после того, как их сутки вымачивали в уксусе с мелко нарезанным луком. Но водка ему не понравилась. Дюма отец, Дюма сыну. Дорогой мой сын, твое письмо догнало меня в Астрахани. Лукруа сказал, из Астрахани не возвращаются. Был момент, когда я подумал, что Лукруа пророк из пророков. Момент, когда мне показалось, что я заперт здесь на всю зиму. Но успокойся. Завтра я отправляюсь в путь. Хочешь ли ты получить представление о путешествии, которое я совершил? Возьми карту России. Не пожалеешь. Тебе известен мой маршрут до Москвы, и я постараюсь больше о нем не говорить. На пути из Москвы в Бородину ты увидишь две скрещенные сабли. Так знай же, что здесь произошла знаменитая битва 1812 года. Из Бородина в Москву, из Москвы в Троицу. Ты найдешь Троицу, поднявшись на север, возле озера и забивающего сельдью. Ты ведь знаешь, что я люблю селедку, и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею. Из Переславля в Апатина нищие не найдешь. Это имение в 30 тысяч арпанов, не стоящее того, чтобы быть обозначенным на карте России. Из Апатина в Калязин. Ты найдешь Калязин на матушке Волге, как говорят русские, они еще не настолько хорошо говорят по-французски, чтобы знать, что по-нашему Волга мужского рода. Из Калязина в Кострому смотреть Лжедимитрия Мериме до самой Кострому по Волге из Костромы в Нижний Новгород. Здесь ярмарка из ярмарок. Целый город, состоящий из шести тысяч войков, к тому же публичный дом на четыре тысячи девиц. Как видишь, все на широкую ногу. Из Нижнего, где я встретил Анненкова и Луизу, двух героев учителя фехтования, возвратившихся в Россию после тридцатилетнего пребывания в Сибири, в Казань, ненезменно вниз, по матушке или по батюшке Волге. Затем в Камышин. В Камышине, внимание, я отправляюсь к Киргизам. Найди на карте озеро, вернее, три озера, первое из них озеро Эльтон. Там я ночевал в палатке посреди степи и пировал с очаровательным человеком, господином Беклемешевым, атаманом астраханских казаков. Из Астрахани привезли солончакового барана, в сравнении с которым нормандские бараны ничего не стоят. Хвост нам подали отдельно, он весил четырнадцать фунтов. На десерт Беклемешев подарил мне свою шапку, которая в Париже сошла бы за элегантную муфту. Ты ее увидишь. От озера Эльтон следуй за мной на озеро Воскунчак. Это очень красивое озеро, имеющее две мили в окружности. Когда мы объехали вокруг этого озера, меня спросили, не хочу ли я увидеть еще одно озеро, третье по счету. Но в тот момент я был по горло сыт водой и степью. Я снова поплыл по Волге и прибыл в Царицын. Ты найдешь Царицын на том месте, где Волга близко сходится с Доном. Там я сел на судно, которое доставило меня в Астрахань. Прибыв в Астрахань, я немного поохотился на берегах Каспия, где в таком же изобилии водятся дикие гуси, утки, пеликаны и тюлени, как на сене лягушки и каменки. Возвратясь, я нашел у себя приглашение от князя Тюмена. Это в некотором роде калмыцкий царь. У него пятьдесят тысяч лошадей, тридцать тысяч верблюдов и десять тысяч баранов. А сверх того очаровательная восемнадцатилетняя жена с раскосыми глазами и жемчужными зубами. Говорит она только по-калмыцки. Она принесла в приданые мужу полторы тысячи шатров, у него их было десять тысяч со всеми их обитателями. Этот милый князь, у которого кроме пятидесяти тысяч лошадей, тридцати тысяч верблюдов, десяти тысяч баранов и одиннадцати тысяч шатров, имеются двести семьдесят священников, из коих одни играют на цимбалах, другие на кларнетах, третьи на морских раковинах, четвертая на трубах длиною в двенадцать футов, прежде всего устроил нам в своей пагоде «Тебя богославим», огромное достоинство которого заключалось в его краткости. Еще пять минут и вернулся бы к тебе, лишенный одного из своих пяти чувств. После «Тебя богославим» он дал ей Богу отличнейший завтрак. Главным блюдом была лошадиная ляжка. «Если увидишь Сент-Телера, передай ему, что я присоединяюсь к его мнению, будто в сравнении с каниной и говядиной та же телятина. Я говорю «телятина», ибо я полагаю, что из всех сортов мяса ты более всего презираешь телятину». После завтрака для нас устроили скачки, в которых участвовало сто пятьдесят лошадей с юными калмыками обоего пола в качестве наездников. В этих скачках приняли участие четыре придворные дамы-княгини. Приз, состоявший из молодого коня и коломянкового халата, получил тринадцатилетний мальчишка. После этого нам показали скачки шестидесяти верблюдов, на которых без седла сидели калмыки в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет. Один безобразнее другого. Если бы приз присуждался не за скачки, а за уродства, князю пришлось бы наградить их всех. После этого мы переправились на другой берег Волги, которая перед дворцом князя Тюмена имеет не более полумили в ширину, и увидели табун диких лошадей в четыре тысячи голов. Князь извинился, что не может показать мне больше, его только накануне предупредили о моем приезде, и это все, что удалось согнать за ночь. Тут началось изумительное зрелище — ловля диких лошадей с помощью лассо. Неоседланные кони со всадниками калмыками мчались прямо в Волгу. Десять, двадцать, пятьдесят лошадей бесновались в воде, катались по песку, лягались, кусались, ржали. Целый шквал всадников. Кто его не видел, не может даже представить себе этой картины. Мы снова переплыли Волгу и приняли участие в соколиной охоте на лебедей. Все это охота, костюмы князя, княгини и ее придворных дам производило какое-то средневековое впечатление и привело бы тебя в совершеннейший восторг хоть ты поклонник современности. Потом сели за стол. Начали с куриного бульона, который живо напомнил мне наши ужины в Сент-Асизе. Будем сварен из ворона, сходство было бы полное. Остальные блюда, за исключением лошадиной головы, начиненной черепахами, были заимствованы из европейской кухни. Одновременно с нами триста калмыков поедали во дворе мелко нарезанную сырую конину с луком, мясо двух коров и десять жареных баранов. Мне не довелось видеть свадебного пира гамачо, но теперь, побывав на празднестве у князя Тюмена, я не жалею об этом. Поверишь ли ты, что я ел сырую конину с зеленым луком и нашел ее необыкновенно вкусной? Не скажу этого о кумысе, фу. Легли поздно, вечером пили чай в шатре у княгини. У меня в саду мы будем пить чай в совершенно таком же шатре, поскольку я был героем праздника, меня обредили в шубу из черного каракуля. Два калмыка изо всех сил затянули на мне серебряный пояс и талия у меня сделалась как у Анны. Наконец мне вложили в руки хлыст, которым князь Тюмен одним махом убивает волка, ударив его по носу. Ты увидишь все это. Я одолжу тебе хлыст, чтобы прикончить русскони, если он еще не помер. Легли спать. О, это не такое простое дело. Знаешь ли, с тех пор, как я нахожусь в России, я в глаза не видел матраца. Кровать здесь совершенно неизвестный предмет обстановки, и я видел кровати только в те дни, вернее, ночи, которые проводил с французами. Но имеются спальни с прекрасным паркетом, и со временем начинаешь понимать, что на паркете иногда не так уж плохо спится. Я предпочитаю всем другим сосновый, несмотря на то, что он вызывает не слишком веселые мысли. На другое утро каждому из нас принесли прямо в постель большую чашку верблюжьего молока. Я проглотил его, вручив себя Будде. Скажу тебе по секрету, что Будда ненадежный бог, и если бы его алтарь находился на открытом воздухе, я воздал бы ему должное. Наконец, после завтрака я распрощался с князем Тюменом, потерявшись своим носом о его нос, что означает по-калмыцки «твой навсегда», распрощался также и с княгиней, прочитав ей следующий экспромт. Для царства каждого Бог начертал границы. Там высится гора, а здесь река строится. Но был Всевышний к вам исполнен доброты, степь он бескрайнюю вам дал, где в изобилие и трав и воздуха вы царство получили, достойное и вас, и вашей красоты. Сам понимаешь, что когда эти стихи были переведены на калмыцкой, сестра княгини Груша, по-нашему Агриппина, захотела в свою очередь получить мадригал. И тот чужать чеканил ей следующее. Распоряжается Господь судьбою каждой. В глуши вы родились, мир одарив однажды улыбкой неземной и взором колдовским. Так стали обладать пески счастливой Волги одной жемчужиной, а степь цветком одним. Все это вознаграждалось улыбками, которые ничуть не стали хуже от того, что сияли не в Париже. Однако как сказал своим собакам король Дагобер и с самой лучшей компанией рано или поздно приходится расстаться. Пришлось расстаться с калмыцким князем, сестой калмычкой, с калмыцкими придворными дамами. Я было попытался потереться носом о нос княгине, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами. Как я сожалел об этом. Дюма никогда не отличался точностью. Однако его рассказы по возвращении из России превзошли приключения Монте-Кристо. Хорошо выдумывать тому, кто прибыл издалека. Впрочем, какое это имеет значение? Слушатели были зачарованы. Он так увлекательно рассказывал с таким пылом и такой убежденностью, что все верили и прежде других сам рассказчик. Радость возвращения очень скоро остыла. Париж разочаровал Дюма. Навестившая его в эти дни Селеста Магадор, бывшая танцовщица из балов Мабий, а в прошлом наездница в цирке Франкони, ставшая благодаря капризу одного знатного сынка графиней Дешабриян, застала его печальным. Денежные затруднения Мэтра, пишет она, угадывались по разбитым стеклам на картинах, по высохшим и запыленным растениям, по грустно раскачивавшимся на сестом, где уже не было разноцветных птиц. «Это ты неверная?» спросил Дюма. Она протянула ему руку, он поцеловал ее. «Я пожимаю руку только мужчинам», заявил он. «У него был как раз Александр Дюма сын. Он совсем не понравился гости. Она нашла его язвительным, ей показалось, что он твердо намерен удержать отца от всякой новой привязанности. Однако ловкой Селесте удалось впоследствии стать подругой обоих Дюма. Она предпочитала отца, которого находила более добрым и порывистым. Дюма отец учил ее, как обеспечить себе душевный покой. «Лучше быть снисходительным и великодушным, говоря себе я болван, чем выкрикивая моя вина, бить тебя в груди, твердить я негодяя, я подлец». Она пришла показать ему свой роман «Эмигранты исцельные» и спросить, не согласится ли он отредактировать рукопись, поставить свое имя и разделить с нею гонорар. «Нет», ответил он, «я проделываю это только с новичками, кроме того, ты поступила бы лучше, взявшись за драму. В романах приходится делать отступление, это необходимо, но очень скучно, гораздо легче сочинять для театра, не надо рисовать пейзажи, портреты, не надо описывать наряды, для этого существуют декораторы». Тут же он предложил записать ее в качестве стажера в ассоциацию драматических писателей, он даже согласился сам представить ее. Это было с его стороны большой любезностью, он терпеть не мог выезжать с официальными визитами и повязывать шею широким галстуком из черного шелка. Спускаясь вместе с ним по Амстердамской улице, Дюма нанял там небольшой особняк, который существует по сей день под номером 77. Селеста отметила, что многие прохожие узнают седую курчавую гриву и почтительно приветствуют папашу Дюма. «Как все эти люди рады вас видеть», сказала она. «Они приветствуют меня?» галантно ответил Дюма. «Но восхищаются тобою?» На углу улицы Сен-Лазар он хотел взять фиакр. Кучер оглядел пузатого великана, мысленно прикинул его вес и отказался погрузить, опасаясь сломать рессоры своей колымаги. В это время мимо проходил один из друзей Дюма. Он остановился и воскликнул «О, это вы Дюма? А я как раз шел к вам». Услыхав знаменитое имя кучер просеял. «А, вы, господин Дюма, господин Александр Дюма, садитесь, я отвезу вас куда вы пожелаете». Селеста Магадор подметила, что великий человек не безразличен к таким маленьким изъявлениям народной любви. Они его глубоко трогали и заглушали его внутреннюю тревогу. Светское общество Второй империи относилось к нему не столь благосклонно, как общество времен Луи Филиппа. Принцесса Матильда заявляла теперь, что он стал совершенно невыносим, что она всегда приглашала его к себе только как скомороха. Герцог Орлеанской и герцог Монпансье были более деликатны в своих речах и чувствах. Глава шестая Отец своего отца Я знаю драматурга, чьи недостатки и достоинства почти в точности повторяет Дюма сын. Это Дюма отец. Леон Блюн К 1859 году оба Дюма отец и сын были одинаково знаменитой. Они походили друг на друга чертами лица, шириной плеч, тщеславием. Но во всем остальном они были очень не схожи и подчас даже осуждали друг друга. Я черпаю свои сюжеты в мечтах, говорил Дюма отец, а мой сын находит их в действительности. Я работаю с закрытыми глазами, он с открытыми. Я рисую, он фотографирует. И он прибавлял. Александр не сочиняет свои пьесы, а разыгрывает их словно по нотам. Перед глазами у него сплошные нотные линейки. Отец создал великолепные образы вершителей правосудия. Но его совсем не трогало то, что сам он отнюдь неправедник. Сын даже в жизни играл роль великодушного Атоса. Они нередко ссорились. Сын упрекал отца, что тот плохо воспитал его. Само собой, разумеется, я делал то же, что на моих глазах делал ты. Я жил так, как ты научил меня жить. Он порицал отца человека более чем зрелого за долги и бесчисленные любовные связи. Иногда Александр Второй адресовал Александру Первому повестен отцовские упреки. В таких случаях сидеющий старый сатир сокрушенно опускал голову, а вечером отец являлся к сыну с дарами, с роскошными яблоками, подобно тому, как он некогда явился с Дыней к Катрине Лябе, чтобы вымолить у нее прощение. Дюма-сын черпал в своих отношениях с Дюма-отцом сюжеты для пьес. Пьесы «Внебрачный сын» 1858 год и «Блудный отец» 1859 год автобиографичны в той мере, в какой это возможно для произведения искусства, то есть со значительными поправками. Дюма-отец аплодировал. Он знал, что сын любит его, да сын и сам говорил об этом. Ты стал Дюма-отцом для людей почтительных, папашей Дюма для наглецов и, среди всевозможных выкриков, ты порой мог разслышать слова «Право же, сын куда талантливей, чем он сам!» Так должен был ты смеяться. Однако нет. Ты был горд, ты был счастлив, как всякий отец. Ты хотел только одного — верить в то, что тебе говорили и, быть может, верил. Дорогой великий человек, наивный и добрый, ты поделился со мной своей славой так же, как делился деньгами, когда я был юн и ленив. Я счастлив, что, наконец, мне представился случай публично склониться перед тобой, воздать тебе почести на виду у всех и со всей сыновней любовью прижать тебя к груди перед лицом будущего. Забыв всю свою злость и все обиды, Джунни сын видел в отце своего лучшего друга, своего учителя и даже ученика, ибо старый писатель «Живое чудо» переживал обновление. Подобно тому, как сын глубоко изучил структуру отцовских драм, так и отец под влиянием сына все больше склонялся к реализму. Он отказался от своих королей и герцогинь ради буржуа и маленьких людей. Мраморных дел мастер пьеса бытовая и простая граф Герман это мута креста без мести без тирад. У отца и сына была семейная жилка, на которой держались их драмы и комедии. Оба, а в особенности сын, считали также, что писатель может и должен защищать определенные тезисы. Как раз это и возмущало Гюставо Флобера. Заметьте, люди делают вид, будто путают меня с молодым Алексом. Моя Бовари стала дамой с камелиями. Вот тена. Його после смерти Дюма отца сравнивал двух Дюма. Отец был гений, сказал он, и у него было даже больше гениальности, чем таланта. В его воображении рождалось множество событий, которые он вперемешку бросал в печь. Что выходило оттуда, бронза или золото? Он никогда не задавался этим вопросом. Пол его тропической натуры не оставал от того, что он расточал его на свои удивительные произведения. Он испытывал потребность любить, отдавать себя, и успех его друзей был его успехом. А Дюма сын? Спросили Юго. Тот совсем другой. Отец и сын находятся на разных полюсах. Дюма сын это талант. У него столько таланта, сколько его может быть у человека, но ничего кроме таланта. Такие же чувства примерно в 1859 году выразила графиня Даш. Вот что она сказала про Дюма отца. На Дюма можно досадовать только издали. Являешься к нему в совершенно праведном гневе, исполнившись вражды. Но увидев его добрую и умную улыбку, его сверкающие глаза, его дружелюбно протянутую руку, сразу забываешь свои обиды. Через некоторое время спохватываешься, что их надо высказать. Стараешься не поддаваться его обаянию, почти что боишься его, до такой степени оно смахивает на тиранию. Идешь на компромисс с собой, решаешь выложить ему все, как только он кончит рассказывать. Он в одно и то же время искренен, искрытен. Он не фальшив, он лжет, подчас и не замечая этого. Он начинает с того, что лжет, как мы все по необходимости извести, рассказывает какую-нибудь апокрифическую историю. Через неделю эта ложь, эта выдуманная история становится для него правдой. Он уже не лжет, он верит тому, что говорит, он убедил себя в этом и убеждает других. Чему никто не захочет поверить и что тем не менее истинная правда, это баснословное постоянство великого романиста в любви. Заметьте, я не говорю верность. Он установил коренное различие между этими двумя словами, которые, по его мнению, не более схожи между собой, чем определяемые ими понятия. Он никогда не способен был бросить женщин. Если бы женщины не оказывали ему услугу, бросая его сами, при нем и по сей день, состояли бы все его любовницы, начиная с самой первой, никто так не держится за свои привычки, как он. Он очень мягок и им очень легко руководить. Он нисколько не возражает против этого. Дюма искренне восхищается другими. Когда заходит речь о Виктории Гюго, его физиономия оживляется. Он счастлив, превознося Гюго, он крепко сцепился бы с теми, кто стал бы ему перечить. И это не наигранно. Это правда. Он и себя ставит в тот же первый ряд, но хочет, чтобы и Гюго непременно стоял бок о бок с ним. Он испытывает потребность разделить с Гюго фимиам, воскуряемый им обоим. Гюго и некоторые другие составляют частицы его славы. Без них она показалась бы ему неполной. А о Дюма сыне та же писательница заметила. Дети кондитеров и пирожников не бывают лакомками. Сын Александра Дюма банкира всех тех, кто никогда не отдает долгов, не мог бросать на ветер ни своих ЭКЁ, ни своей дружбы. Крайняя сдержанность Александра следствия полученного им воспитания и тех примеров, которые он видел. Жизнь его отца для него фонарь, горящий на краю пропасти. Дюма сын прежде всего человек долго. Он выполняет его во всем. Вы не найдете у него внезапного горячего порыва, свойственного Дюма отцу. Он холоден внешне и, возможно, охладел душой с того времени, как в его сердце угас первый пыл страстей. Его юность, я едва не сказал его отрочество, была бурной. Он остепенился с того момента, как к нему пришел успех. Он стал зрелым человеком за одни сутки в свете рампы под гром аплодисментов. Теперь это человек рассудительный и рассуждающий, подсчитывающий свои ресурсы, ничего не делающий с налету, изучающий людей и вещи, остерегающийся всяких неожиданностей и увлечений и опасающийся привычек, даже если они приятны и сладостны. Он человек в чести. Он выполняет свои обещания. Он серьезен, положителен. Он экономит, помещает деньги в банк, интересуется биржевыми курсами и подготавляет свое будущее. Его мечта жить в деревне. Он уже теперь помышляет об отдыхе и покое. Он недоверчив, он весьма невысокого мнения о роде человеческом. Он доискивается до причин всего, что видит. Ирония его глубока, он не насмехается, он жалит. У него есть друзья, которые любят его сильнее, чем он любит их. Его профессия разочарование, горький плод опыта. Неизменный предмет его нападок страсть, как ее понимали 25 лет тому назад. Женщины непонятые и неистовые не вызывают у него никакого сочувствия. Он готов сказать им, когда они плачут, что вы этим хотите доказать. Отец и сын были блистательными собеседниками, но разного стиля. Дюма отец, говоря, сочинял, как бы набрасывал главу из романа. Я слышал, вспоминает доктор Меньер, как Александр Дюма рассказывал о Ватерло генералам, которые были в сражении. Он говорил безумолку, объяснял, где и как стояли войска, и повторял сказанные там героические слова. Одному из генералов удалось наконец перебить его. Но все это не так, дорогой мой, ведь мы там были, мы, значит, мой генерал, в этом решительно ничего не видели. Дюма сын, не столь многословный, достигал того же эффекта своими едкими, нередко блестящими остротами. Дневник Ганкуров 20 мая 1868 года Сегодня вечером у принцессы мы впервые услыхали остроты Дюма сына. Остроумие у него грубое, но неиссякаемое. Своими ответами он рубит направо и налево, не заботя совежливости. Его опломб граничит с наглостью и обеспечивает его словам неизменный успех. И ко всему примешивается жестокая горечь. Однако бесспорно, что остроумие у него самобытное, жалющее, колючее, живое. На мой взгляд, оно выше сортом, чем то, которым насыщены его пьесы, благодаря краткости и отточенности, отличающим его только что родившейся остроты. Он защищал тезис, что у всех, без исключения людей, все чувства и впечатления зависят от состояния желудка, хорошего или плохого. В подтверждение он рассказал об одном из своих друзей, которого он привел к себе обедом в день смерти жены этого человека, горячо любимой жены. Он положил ему кусок мяса, но гость вдруг протянул свою тарелку и с нежной мольбой в голосе сказал, дайте, пожалуйста, кусочек пожирнее. Что поделаешь, желудок, добавляет Дюма. У него был великолепный желудок, он не мог испытывать сильную скорбь. Вот и Маршель, Маршель при его желудке никогда не умел огорчаться. Частная жизнь Дюма с зеленоглазой княгиней была нелегкой, но он по-прежнему восхищался русскими дамами, которых Прометей должно быть сотворил из найденной им на Кавказе глыбы льда и солнечного луча, похищенного у Юпитера, женщинами, обладающими особой тонкостью и особой интуицией, которыми они обязаны своей двойственной природе азиаток и европеянок, своему космополитическому любопытству и своей привычке к лени, эксцентрическими существами, которые говорят на всех языках, охотятся на медведя и питаются одними конфетами, смеются в лицо всякому мужчине, не умеющему подчинить их себе, самками с низким пелучим голосом, суеверными и недоверчивыми, нежными и жестокими. Самобытность почвы, которая их взрастила, неизгладима, она не поддается ни анализу, ни подражанию. Эпоха накладывает свою печать на характеры. Дюма-отец поднялся на подмостке в те дни, когда фортуна щедро раздавала дары. Скучающий Париж 1828 года завоевать было легко. Только-только минули времена, когда солдат за четыре года становился генералом. Люди торопились все увидеть и всем овладеть. Всякая экстравагантность была по вкусу, ибо действительность превосходила самую смелую фантазию. Дюма-отец, бесшабашная богема, сочетавшая в себе патетику и юмор, не означает стал драматургом. Сын лелеял другой чистолюбивый замысел. Он хотел заставить людей отказаться от укоренившего сомнения, что Дюма это несерьезно, и убедить их, что драматург может быть порядочным человеком в классическом смысле этого слова. Он стал защитником того, чего ему более всего не доставало. Семьи. безжалостным противникам всего, что его оскорбляло прожигателей жизни, куртизанок, адельтера. К тому же все больше страданий причиняли ему скандальные выходки отца. В 1858 году разыгрался тягостный процесс, в котором противниками выступали Дюма и его бывший соавтор Маке. За 10 лет до того Маке дал Дюма нечто вроде дарственной на все прежние произведения, но лишь в виде аванса за будущее сотрудничество, которого Дюма не продолжал. Дюма отец, содержавший целый гарем и кормивший десяток бывших и настоящих любовниц, растратил вместе со своей долей авторского гонорара и то, что причиталось Маке, расчетливому буржуа, который довольствовался одной любовницей с замужней женщиной, отбитой им у лужа, был ей верен и прятал ее в деревню, чтобы не скомпрометировать. Отчаявшись, он в конце концов начал процесс против Дюма, требуя, чтобы тот признал за ним авторство трех мушкетеров, графини де Монсорро, графа Монте-Кристо и всех других романов. Многие взяли его сторону. Бывший главный редактор газеты Лес-Якль Шарль Моторель де Фиен писал ему 22 января 1858 года. Дорогой господин Маке, пишу несколько строк, чтобы сообщить вам, что я только что прочел отчет о вашем процессе и что мое свидетельство может исправить одну ошибку. В 1848 году Лес-Якль опубликовал виконте Доброжелона. Как-то раз в 6 часов вечера мне сообщили, что фельетон, за ним ездили в Сен-Жермен к Александру Дюма, утерян. Но Сякль не мог выйти без фельетона. Я знал обоих авторов. Один жил в Сен-Жермене, другой в Париже. Я отправился к тому, кто был рядом. Вы как раз собирались сесть за стол. Вы были столь добры, что не стали обедать и устроились в кабинете дирекции. Я, как сейчас, вижу вас за работой. Вы писали, отпевая попеременно то бульон из чашки, то бордо, которое редакция уделила вам из своих запасов. В 7 часов до полуночи ко мне непрерывно поступал «Лист за листом». Каждую четверть часа я передавал их наборщику. В час ночи вышла газета, где была глава из Брожелона. На следующий день мне принесли сен-жерменскую рукопись. Она была найдена на дороге. Разница между текстом Маке и текстом Дюма составила не более 30 слов на все 500 строк, которые насчитывал отрывок. Такова правда. Делайте с этим заявлением все, что вам угодно. На тот случай, если мои воспоминания будут сочтены неточными, я просил заведующего редакцией мастера наборного цеха и корректора засвидетельствовать факты. Заявление Фиенна сочли недоказательным, и Маке проиграл процесс. Но переговоры между соавторами продолжались. Эти два человека нуждались друг в друге. Безупречный Ноэль Парфе сделал попытку вмешаться. Ноэль Парфе Дюма отцу 6 октября 1850 года. Я твердо искренне верю в то, что советую тебе вновь сойтись с Маке. Даю хороший совет. Никто из людей любящих тебя не осудит меня за это. Скажи только слово и дело будет сделано. Я на это надеюсь. Кому как на тебе пристало уступить доброму побуждению? Я был бы несказанно удивлен, ведь я хорошо знаю тебя тем, что ты ведешь процесс против Маке, если бы не подозревал причину в твоем дурном окружении. Вырвись наконец из когтей деловых людей. Ставь опять самим собой, то есть добрым превосходным Дюма, готовым открыть свое сердце даже тому, кто, быть может, не сразу его распознал. Дюма отец было согласился, но потом одумался. Дюма отец, Дюма сыну Неаполь 29 декабря 1860 года. Маке человек, с которым я больше не желаю иметь ничего общего. Маке по договоренности получал за меня гонорар и должен был его тут же мне передать, но вместо того, чтобы оставить себе третью часть денег за Гамлета, в создании которого он никогда не участвовал, и две трети денег за Мушкетеров, он присвоил все. В моих глазах он вор. Мои книги принадлежат мне, и мне они стоят довольно дорого. Это ваша собственность, твоя и твоей сестры, и для того, чтобы никто этого не оспаривал, я в один прекрасный день продам их тебе, за что нам придется уплатить лишь налоговый сбор. Но пока я жив, мой приятель Маке не будет иметь ничего общего ни со мной, ни с моими книгами. Ноэлю Парфе Дюмон написал как раз обратное. Покажи Маке твое письмо и скажи ему, пожав его руку, что ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем твое предложение. Все эти грязные тяжбы прийтили Дюма сыну. Рюбаная обещанная отцом его сестре 120 тысяч франков так и не была выуточена и это ставила в очень трудное положение Мари, которая жила в Шатуру у своей свекрови госпожи Петель, а с утра до вечера попрекала невестку бедностью. Поскольку Дюма отец всегда пребывал в путешествиях или в нежном уединении с какой-нибудь юной девицей, Дюма сыну приходило смести за него процессы утихомиривать журналистов. Иногда он роптал, Санд успокаивало его. Жорж Санд Дюма сыну Ноан 10 марта 1862 года. Поверьте, что избытком таланта папаша Дюма обязан лишь той расточительности с какой он его тратит. Да, у меня невинные склонности, но я создаю вещи простые, как дважды два. А его, человека, который носит в себе целый мир событий, героев, предателей, волшебников, приключений, человека, олицетворяющего собой драму, не думаете ли вы, что невинные склонности погубили бы его как писателя, погасили бы его фантазию? Ему необходимы излишества, чтобы непрестанно поддерживать огонь в очаге жизни. Право же, вам не удастся изменить его, и на вас ляжет бремя двойной славы, его и вашей, вашей, со всеми ее плодами, его со всеми шипами. Что поделаешь? Он передал вам свое большое дарование, и потому считает себя в расчете с вами. Это жестоко, да и трудно, волей-неволей становиться иногда отцом своего отца. Как было не питать глубокую привязанность к этому великолепному человеку с массивной золотой цепью на белом пикейном жилете, подпираемом огромным животом, он сидел в театре и рукоплескал блогному отцу. Когда публика вызывала автора, он стоя аплодировал сыну и своим радостным гордым ведом словно говорил всем «Знаете, ведь эту пьесу написал мой мальчик». Мальчик в свою очередь восхищался отцом, обожал его. Он такой, какой есть, не осознавая себя. Поэтому узнается настоящий самобытный гений. То, что отец расточителен и беспутен, увы, нельзя было отрицать. Но сын не сомневался в том, что это лучший из людей, а из писателей самый великодушный в наиболее полном смысле этого прекрасного слова. И в хорошие дни его жизни это делало его счастливым. Часть восьмая Шагриневая кожа Всякая роскошь укорачивает жизнь Ален Глава первая в которой Дюма отец завоевывает Эмилию и Италию Начиная с 1860 года Дюма отец снова лелеял мечту покинуть Париж и Францию. Из каждого своего путешествия он привозил огромный ворох впечатлений, которые без труда заполняли от четырех до шести томов. Выключения развлекали и обогащали его. Двойной выгоды. Сочинители Эпиграмм высмеивали путешественника. Дюмас китается по свету, чтоб путевые впечатления весьма подробно описать. Народ в восторге и за это хотел бы он без промедления подальше автора послать. У расточительного Дюма был тогда о чудо текущий счет. Он только что заключил с издателем Мишелем Леви договор на все свои произведения, согласно которому ему причитался аванс в 120 тысяч франков золотом. Любой другой на его месте остался бы богачом до конца своих дней. Ну а для Дюма такая туго набитая машина была соблазном. Как бы опустошить ее? Нет ничего проще. Почему бы и ему не совершить подобно Ламартину и Шетебриану путешествие на восток? Это позволило бы ему удовлетворить давнишнее любопытство и увезти подальше от Парижа любимую женщину. И на сей раз его избранницей была актриса белокурая и хрупкая Эмилия Кордье. Ее отец мастерил деревянные бодейки для водоносов. В детстве она часто хворала и лежа в постели зачитывала с книгами Виктора Юго, Бальзака, а в особенности Дюма отца, которого обожала. Когда она немного окрепла, родители отдали ее учения сначала к Белошвейке, а затем на центральный рынок. Но Эмилия страстно мечтала поступить в театр. В 1858 году приятельница ее матери привела Эмилию к Дюма в надежде, что он даст ей какую-нибудь маленькую роль. Путешественник уезжал тогда в Россию, но он не забыл красивую девушку и по возвращении в 1859 году написал ей, приглашая зайти к нему в его маленькой обветшалой особняк на Амстердамской улице 77. Эмилия пришла и осталась. Ей было тогда 19 лет, Дюма 57. Вскоре она обнаружила пыл в Акханке, и это привязало к ней Дюма, ненасытного любовника. К несчастью, ее артистический темперамент значительно уступал ее темпераменту любовницы. Дюма как всегда наивно полагал, что его дочь, чей брак оказался неудачным, станет подругой его любовницы. Однако Мари Петель, верная своей методе, все путала якобы по ошибке, посылала телеграммы туда, куда их нельзя было посылать, ранила в самых опасных местах наиболее компрометирующие письма и повсюду сеяло разлад. Надо было уезжать. Весной 1860 года Дюма, построивший себе в Марселе небольшую шхуну Эмма, обыкновенную лодку с палубой, сел на нее в обществе Эдуарда Лукруа, Ноэля Парфе и очень красивого создания в костюме опереточного матроса, которое на судне все звали Адмиралом. Это была Эмилия Кордье. Дюма выдавал ее то за своего сына, то за племянника. Путешествие началось очень весело. Единственная на шхуне каюта была такой низкой, что великан каждый день расшибал себе лоб. Дюма стряпал, болтал, наслаждался любовью. Зайдя в Геную, он узнал, что Гарибальди, борец за независимость Италии, собирается отобрать у бурбонов Сицилию и Неаполь, чтобы вернуть их Италии, которые, как он надеялся, удастся восстановить свою территориальную целостность. Дюма знал Гарибальди. Ему не помировали гордый взгляд. Рыжая борода, накидка, привезенная из компаний в Южной Америке. Хоть не воспользоваться, ибо до конца недели он должен сдать еще 25 томов. Таков Дюма в политике. С событиями он на коротке как знаменитость и церемония госпожа История в часе досуга дружески похлопывают его по плечу, говоря неленьше и Дюма. Немедленно были составлены планы компании. Два корабля, а также М, перебросят войска на берега Сицилии. Англичане, которые держат там свои военные корабли, будут сохранять более чем благожелательный нейтралитет. Меньше чем через месяц после встречи от Сицилийцева, он оказывается уже в Палермо. Гарибальдийская тысяча встречает у сицилийцев в отторженный прием. Вот что один из соратников Гарибальди рассказывает о прибытии Дюма. Возвращаясь во дворец Приторию, мы перебирались через баррикаду, как вдруг увидели идущего нам навстречу очень красивого человека, который по-французски приветствовал генерала Гарибальди. Этот здоровяк был одет во все белое. Голову его покрывала большая соломенная шляпа, украшенная тремя перьями синим, белым и красным. Угадай, кто это? спросил меня Гарибальди. Что бы это мог быть? ответил я. Луи Блан? Ледрю Роллен? Черт из два, смеясь, возразил генерал. Это Александр Дюма. Как? Автор графа Монте-Кристо и трех мушкетеров? Он самый? Велитый Александр заключил Гарибальди в объятия, всячески выражая свою любовь к нему. Затем вместе с ним вошел во дворец, громко разглагойствуя и смеясь, словно он хотел наполнить здание раскатами своего голоса и смеха. Объявили, что завтрак подан. Александр Дюма был в сопровождении щуплой грезетки, одетой в мужское платье, вернее, в костюм адмирала. Эта грезетка сплошные гримасы и ужимки, настоящая жеманница без всякого стеснения уселась по правую руку генерала, как будто иначе и быть не могло. За кого принимает нас этот знаменитый писатель? Спрашиваю я своих соседей по столу. Правда, поэтам дозволяются некоторые вольности, но то, что разрешил себе Дюма, посадив эту ничтожную дочь греха рядом с генералом, не может быть дозволенной ни людьми, ни богами. Великий Александр ел как поэт и оказался столь речистым, что никому не удалось верта раскрыть. Следует сказать, он говорил не хуже, чем писал, и я слушал его, затаив дыхание. Адмирал ожидал ребенка. За несколько недель до изложенных событий Дюмон написал своему другу Рублену. Дорогой Рублен, я обращаюсь к тебе как к человеку, который имел четырнадцать детей и, познав это несчастье, должен сочувствовать другим. Та крошка, которую ты видел у меня в доме, днем щеголявшая в костюме мальчика, ночью вновь становилась женщиной. Однажды в бытности ее женщиной с ней произошел несчастный случай, который в следующем месяце дал себя знать. Господин Эмиль исчез, а мадемуазель Эмилия беременна и следственно вынуждена через два месяца покинуть меня, а я буду продолжать свое путешествие один. Между пятнадцатым и двадцатым июля она приедет в Париж. Не мог бы ты к этому времени подыскать ей небольшую меблированную квартиру за городом поблизости от тебя? Ответ, дорогой друг, пришли мне по почте в Мальту. Завтра или послезавтра мы отплываем в Палермо. Само собой разумеется, что мадемуазель Эмилия, как только она вновь станет господином Эмилием, сразу же вернется ко мне. Дюма хотел жить по принципу продолжения в следующем номере. Одержав победу в Сицилии, Гарибальди намеревался переплыть Миссинский пролив и выступить походом на Неаполь. У него не хватало оружия, боевых припасов и не было денег, чтобы купить все это. У Дюма пока еще оставалась его шхуна и 50 тысяч франков. С обычной для него великолепной щедростью он предоставил все это в распоряжение единой Италии. Гарибальди принял предложение. 7 сентября 1860 года Дюма без сюртука в красной рубашке вступил в Неаполь. Королевское семейство некогда заключило в тюрьму и подвергло пыткам его отца. Он изгнал это семейство из столицы. Прекрасная, но запоздалая месть в стиле Эдмона Дантеса. В Неаполе Гарибальди назначил Дюма смотрителем античных памятников и предоставил ему в качестве служебной квартиры Чьетамоне летнюю резиденцию короля Франциска II. Дюма торжествует. Он руководит раскопками Помпеи. Он основывает газету Независимый. Неаполитанцев забавляет поначалу этот грузный человек, щедрый и веселый. Для него начинается новая жизнь, которая позволяет ему забыть о неблагодарности французов. 24 декабря 1860 адмирал Эмиль произвела на свет в Париже маленькую девочку Дюймолочку Микаэлу Клэлию Жозефу Элизабет. Селеста Магадор графиня Шабриян была крестной матерью Джузеппе Гарибальди через поверенного крестным отцом. Дюма Отец Эмилии Кордье Да пребудут с тобою радость и счастье ненаглядная любовь моя. Ты знаешь, что я как раз хотел девочку. Скажу тебе почему. Я больше люблю Александра чем Мари. Ее я вижу едва ли раз в год. Александра Могу видеть сколько мне хочется. Всю ту любовь, какую я мог бы питать к Мари, я перенесу таким образом на мою дорогую крошку Микаэлу. В феврале 1861 года Эмилия уже была в состоянии приехать к Дюма в Неаполь. Некоторое время спустя вслед за нею прибыла к кормилице с ребенком. Эмилия взяла на себя роль хозяйки дворца. Объем работы, которую Дюма выполнял в то время для своей газеты поистине ошеломляет. Политические передовицы, заметки на различные темы, известия из Рима, длинные исторические статьи о легендарной Искии, о Дондола и, разумеется, Фильетон, все выходило из-под его пера. Большие листы голубоватой бумаги, которые он исписал тогда своим писарским почерком, могли бы составить 15-20 томов. Здесь можно найти воззвания, полемику, подстрекательские статьи. 200 учащих со школы живописи пришли поблагодарить нас за то, что мы взяли их в сторону против преподавателей, видимо, забывших, к чему их призывает долг. Пусть муниципалитет даст мне участок, и я, Дюма, найду сто тысяч дукатов, чтобы построить для вас театр. Одновременно, Дюма собственноручно писал историю неаполитанских бурбонов в 11 томах. Роман Сан-Феличи Воспоминания Гарибальди Бенедетто Крочи очень похвально отзывается об одной брошюре Дюма, написанной по-итальянски. Она датирована 1862 годом и поднимает вопрос о происхождении разбоя, причинах его распространения и способах уничтожения. Из этой брошюры явствует, что человек, которого многие считали легкомысленным, лучше всяких экспертов, проанализировал конкретные условия для проведения аграрной реформы в Южной Италии. Владовитость писателя была по-прежнему неиссякаема. Непрекращающаяся битва человека с недоверием способна была привести в отчаяние. Даже Портос и тот нашел бы эту глыбу слишком тяжелой. Дюма-сын Жорж Санд 22 августа 1861 года. Я получил письмо от Папаши Дюма, и он уже потерял мужество. Вот что он пишет. «Десять тысяч нежнейших приветов нашей приятельнице. Она не стареет и все так же умело пользуется бумагой, пером и чернилами, а меня они убивают. Если Папаша Дюма примется сообщать мне все свои черные мысли, это будет смешно. Напишите моему отцу и дайте ему все те советы, какие вы вправе дать, а я нет. Расскажите ему, какой образ жизни сохраняет вам молодость и талант, и, быть может, он ухватится за протянутую ему руку помощи. Он такой сильный, а первое побуждение всегда так благородно. Что польза быть сильными, когда другие слабы? Кавур, верный слуга Савойского дома, почел своим безотлагательным долгом выступить против Гарибальди, который, так же как он, стремился к единству Италии, но опирался на республиканцев. Гарибальди был в неишительности. Дюма более Гарибальдец, чем сам Гарибальди, был противником Кавура. Французскому консулу в Ливорно он заявил, тот перевел содержание этого разговора в депеше своему министру, что хотел бы изгнать из Неаполя не только Бурбонов, но и нового короля Виктора Эммануила. В драме сказал Дюма консулу, когда какой-нибудь персонаж уже полностью использован, когда его роль исчерпана, закончена, от него ловко избравляются, его уничтожают. Как раз это мы собираемся сделать. Но когда вы прогоните пьемонцев, кто же сядет на их место? Мы, дорогой мой, мы, кто это мы? Грибальди? Но что вы сделаете с Италией? Мы, дорогой мой, организуем в Италии федеративную республику. Жорж Санд, чувствуя, что он несчастен, предложил ему приехать отдохнуть в Нуан. Папаша Дюма прислал ей мрачное и пессимистическое письмо с отказом. Дюма сын Жорж Санд 12 сентября 1862 года Право же, мой отец стал капризен. Что заставило его так измениться? Вы, дорогая матушка, сделали больше, чем могли, и, быть может, все сложилось к лучшему. Бог знает, что натворила бы эта дикая птица в вашем воробьином гнезде. Оставьте его в покое. Он вернется к нам, когда ему подобьют крыло. Что касается нашего друга Гарибальди, то в прошлом году я писал Дидье. Я право же, боюсь, как бы мой герой не полинял. Я не ошибся, между нами говоря, он не из того теста, из которого сделаны поистине великие люди. Люди, возрождающие общество с помощью шпаги, не столь или чисты. Бог толкает меня, говорил Аттила и шел вперед. Этот же, едва добравшись до какого-нибудь балкона, сразу начинает произносить речи, а любой листок бумаги побуждает его написать прокламацию. Это поэма Данте, оконченная Вьенне. Ради его, Гарибальде доброго имени, я хотел бы думать, что эта развязка была заранее обусловлена с Виктором Эммануилом, и что он сказал королю, я слишком много говорил, я слишком много обещал, я вынужден идти вперед, арестуйте меня с оружием в руках, помешайте мне зайти еще дальше. Они дадут друг другу честное слово, Гарибальде получит какой-нибудь Лен, из него сделают итальянского Абд Эль Кадера, и все будет кончено. Бог не допустит, чтобы он кончил публикацией своих воспоминаний с предисловием Жюля Леконте. Впрочем, я за это не поручусь. Увы, неблагодарность распространенный порог. Народ Неаполя, забыв о щедрой помощи Александра Дюма, устроил демонстрацию перед его дворцом, выкрикивая «Прочь, чужеземец! Дюма в море!» Добрый великан залился слезами. От Италии я не ждал такой неблагодарности. Но пять минут спустя вновь принялся философствовать. Требовать от человеческой природы благодарности, заявил он, все равно, что пытаться заставить волка стать травоядным. После того, как Гарибальди передал Неаполь и Сицилию Виктору Эммануилу Второму, Дюма установил, что в окружении короля не видно ни одной красной рубашки. Те, чьими руками все было сделано, оказались не в части. Так бывает всегда. В октябре 1862 года Дюма начал соблазнять другой проект грандиозной и химирической. Некий князь Скандербег, президент греко-албанской хунты, написал ему из Лондона, прося его сделать для Афин и Константинополя то же, что он сделал для Палерма и Неаполя. Речь шла всего-навсего о том, чтобы изгнать турок из Европы. Дюма предоставил в распоряжение девятого крестового похода свою шхуну Эмма и те деньги, которые у него еще оставались. Взамен он был произведен в чин суперинтенданта военных складов христианской армии Востока. Титул столь железный, сколь эфемерный, ибо князь Скандербег оказался обыкновенным жуликом. Максим Дюкан, гостивший в то время у Дюма в палаццо Чьетамоне, восхищался наивным долготерпением этого по-детски добродушного Геркулеса, его неизменно улыбающимся лицом, его большой головой, увенчанной копной курчавых сидеющих волос. Он продолжал раскопки в Помпее. Вот увидите, заверял он Максим Дюкана, сколько мы там найдем. Ударом заступа мы извлечем из мрака всю античность. Но в конце концов и он устал. Гарибальди уехал из Неаполя. Местные жители не простили Дюма его благодеяний. Он решил вернуться в Париж. Несмотря на все ее фокусы, Франция вовсе не так уж плоха. Сойдя с поезда в десять часов вечера после недельного путешествия, Дюма попросил сына отвезти его в Нэи, к другу поэту Теофилю Ботье. Но папа уже поздно, и ты ведь устал с дороги. «Как я? Я свеж как роза». Готье уже спал. Дюма принялся громко звать его. Добряк Тео показался в окне и запротестовал. «Нас уже все легли спать», сказал он. «Бездельники», заявил Дюма. «Разве я когда-нибудь ложусь в это время?» проболтали до четырех часов утра. Затем Дюма Сену в конец измученному удалось пешком увезти отца к себе на Елисейские поля. Все то время, что они шли по проспекту Нэи и проспекту великой армии, отец безумолку говорил. Они добрались до дому в шесть часов утра. Дюма сразу потребовал лампу. «Лампу? Для чего? Чтобы ее зажечь. Я собираюсь сесть за работу». На другой день он временно поселился на улице Решилье 112 и снова вошел в обычный для него ритм фантастической симфонии. Он заканчивал одновременно два романа, Гарибальдейцы и Сан-Феличи. Эмилия Кордье выпала из его жизни. Она слишком настойчиво говорила о браке, а Дюма не испытывал никакого желания вновь повторять этот опыт. Он предложил узаконить крошку Микаэлу, которую он называл Дэ-Дэ и которую нежно любил. В этом случае он уравнял бы ее в правах с Александром Дюма сыном и Мари Петель. Эмилии нужен был брак или ничего. Досадуя на то, что на ней не женился ее соблазнитель, которому, по ее словам, она принесла в жертву цветок своей невинности и опасаясь, что она потеряет права на ребенка, которого она зарегистрировала, она восстала против проекта Дюма, лишив таким образом бедняжку Микаэлу ее доли наследства. Ибо после смерти расточителя и оплаты наследниками его долгов гонорары Александра Дюма отца должны были составить значительные суммы до тех пор, пока действовало бы посмертное авторское право. Поссорясь с адмиралом в отставке, Дюма несколько месяцев спустя узнал, что молодая женщина произвела на свет близнецов, отцом которых был ее богатый покровитель из Гавра по фамилии Эдвардс. Дюма отец Эмилии Кордье Я тебя прощаю. В нашей жизни произошел несчастный случай, вот и все. На этот случай не убил мою любовь. Я тебя люблю с прежней силой, но только так, как любят нечто утраченное, мертвое, некую тень. Он не перестал из-за этого уделять нежное внимание Микаэле, его ненаглядной Бэбэ, и задаривал ее куклами, книжками с надписями, а впоследствии просто деньгами. Вступив в возраст деда, этот неверный любовник стал прекрасным отцом. Глава вторая Дорогой сын, дорогая матушка, великий блестящий сын, Жорж Санд Когда в 1851 году Дюма сын отыскал в городке на польской границе письма Санд к Шопену и добыл их для нее, она сделала попытку завлечь его в Нюан. Быть может, она даже тарела надежду привязать к себе этого великолепного парня, более интимными узами. Но поскольку жизнь Дюма сына заполонила и заполнила 30-летняя княгиня Нарышкина, 50-летний Жорж Санд не оставалось ничего другого, как принять его в качестве бесконечно дорогого сына. В своих первых письмах он обращался к ней госпожа и дорогой мэтр. После того, как она написала ему «Я принимаю вас в число моих сыновей», он ответил «Дрожайшая матушка». Отныне роли были четко определены. Иногда она встречалась с ним в Париже, но княгиня, очень дичившаяся людей, держалась вдали от света. В 1859 году она продала виллу в Лешоне и сняла недалеко от Клеи, Сена и Марна, замок Вилеруа. Несмотря на то, что это грандиозное сооружение насчитывало 44 комнаты, Надежда жила в одной комнате с Ольгой, так она боялась, чтобы князь Нарышкин, приехавший в Сьоз на озере Леман для поправления здоровья, не организовал похищения дочери. Вспоминали ли когда-нибудь Александр Дюма и Надежда Нарышкина о Лидии Неслероде, которая, будучи любовницей Александра и подругой Надежды, по сути дела, толкнула их друг к другу, поручив своей наперстнице сообщить обманутому любовнику об окончательном разрыве. Одно удивительное известие в 1859 году неожиданно оживило их воспоминания о Лидии. Бувшая графиня Неслероде, вторично выйдя замуж, стала 8 февраля княгиней Дротской Соколинской. Она не посчиталась с волей царя, официально воспретившего этот двойной развод в среде высшей придворной знати, и перед алтарем маленькой церквушки в деревне, принадлежавшей Закревскому, выгодила ничего не подозревавшего попа совершить незаконный обряд венчания. Канцлер Неслероде своему сыну Дмитрию 18 30 апреля 1859 года Свадьба Лидии совершившийся факт, подтвержденный признанием самого Закревского, который содействовал этому браку. Он благословил новобрачных и снабдил их заграничными паспортами. Император вне себя, Закревский более не московский губернатор, его сменил Сергей Строганов. Вот все, что мне покамест известно. Будучи не в силах появиться вчера при дворе, я не видел никого, кто мог бы сообщить мне достоверные подробности о впечатлении, произведенном этой катастрофой. Подробности необходимы мне для того, чтобы я мог подсказать тебе, как действовать дальше. Предпримет ли правительство что-нибудь, или же тебе со своей стороны придется принять меры, подать прошение в Синод, чтобы и спросить, и получить развод. Отчаянное и сумасбродное Лидия решилась ослушаться императора всея Руси и тем погубила карьеру собственного отца. Безжалостная отставка генерала Закревского позволяет понять, почему князь Нарышкин так противился разводу. Что касается надежды, то она надеялась покорностью царю выговорить себе право на свободный союз, то есть возможность жить во Франции со своим французом, не порывая связи с Россией. Час выбора пробил в 1860 году, когда княгиня Нарышкина забеременела от Александра Дюма сына. Она стыдливо скрывала свою беременность в провинции, но рожать собиралась в Париже, чтобы прибегнуть к услугам знаменитого гинеколога доктора Шарля Девилье. Она сняла под вымышленным именем Натали Лефебюр Рантьерши квартиру на улице Нер-де-Матюрен. Здесь-то 20 ноября 1860 года и родилась у фиктивной матери и неизвестного отца девочка, которой, как предписывает закон о внебрачных детях, было дано тройное имя и сверх того прозвище Калетта. Автору внебрачного сына было крайне тягостно иметь внебрачную дочь. Ну, что поделаешь, да и как можно узаконить девочку при жизни Нарышкина, официального мужа, а значит номинального отца. Жорж Санд, женщина сильная, очень скоро стала наперстницей и утешительницей Дюма-сына, который начал страдать от ипохондрии. Дюма-сын Жорж Санд Февраль 1861 года Я разбит телом и духом, сердцем и душой, и день ото дня все больше тупею. Случается, что я перестаю говорить, и временами мне кажется, будто я уже никогда не обрету дара речи, даже если захочу этого. Представьте себе человека, который на балу вальсировал, что было мочи, не обращая внимания на окружающих, но вдруг сбился и уже не может попасть в такт. Он стоит на месте и заносит ногу всякий раз, как начинается новый такт, но уже не в силах уловить ритм, хотя в ушах у него звучит прежняя музыка. Другие танцоры толкают, жмут его, выбрасывают из круга, и дело кончается тем, что он бормочет своей партнерше какие-то извинения и в полном одиночестве отправляется куда-нибудь в угол. Вот такое у меня состояние. Судите же сами, сколь сильно мое желание, более того, потребность быть возле вас. Я никогда не высказывал вам своего мнения о вас, ибо я ставлю вас так высоко, что вы оказываетесь выше, каких бы то ни было оценок, как дурных, так и хороших. Но должен вам сказать, вы малый, что надо, и еще не явился на свет тот парень, который мог бы занять ваше место. В 1861 году Дюма сын совершенно бескорыстно трудился над переделкой в комедию романа госпожи Санд Маркиз де Вильмер. Писательница попросила его помочь ей, так как по части исправления неудавшихся пьес он унаследовал от отца снаровку Костоправа. Они часто виделись. Она умоляла его привезти в Нуан Великороссию и Малороссию, чтобы показать им тамошние любительские спектакли и знаменитых марионеток. Жорж Санд, которая когда-то привязалась к графине Дагу за то, что у той хватило мужества бежать с листом, разумеется, проявляла интерес к княгине с зелеными глазами и тяжелыми медно-золотистыми косами, бросившей в России могущественного вельможу и тысячи душ-крестьян, чтобы открыто жить в ныне Сюрсен с молодым французским драматургом. Однако иностранка боялась романистки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова